Я не сумасшедшая, поэтому, я надеюсь, поэтому, а это никогда надеть, так сказать, не запрещено, но надежды, так, сомнения тоже имеются. Я имею в виду, что вообще удастся ли нам когда-нибудь узнать, как на самом деле мозг функционирует. Если с чем-нибудь по сложности его можно сравнить, то только с Вселенной самой. Это невероятно сложная система, она запредельно сложна. Я бы даже идиотскую шутку употребила, а именно, что мозг нам не по мозгам. Что нам, да, нам не справиться с этим, я постараюсь это показать. Но нам надо все-таки что-то про это знать, потому что, я повторяю, это в противном случае совсем ускользает наше поведение, то, как мы принимаем решения, это вообще куда-то уползает в другую сторону. Вот эти буквы «ф», которые я выделила, они обозначают слова, которые относятся к тем возможностям людей, которых нет ни у кого другого из живущих на этой планете. Вообще вот основная такая дилемма, которая вокруг всего этого крутится, это кто мы такие? Вот люди – это кто? Это такие же, как другие, только умнее. Вот это основная точка зрения такая, вот у большинства людей, включая даже специалистов. Это что разные здесь люди живут, мы просто умнее, быстрее, ловчее, мы прыгаем лучше, бегаем лучше, думаем лучше. Лучше. Лучше – это значит в целом так же. Вот это как раз… Нет, ну, вы, наверное, я неправильно выразилась. Я имею в виду, что алгоритмы, если это алгоритмы, что не в вашей аудитории говорит, но это я постараюсь объяснить, как бы те же, только у нас качество лучше. То есть мы быстрее и умнее, а в целом всё то же самое. Потому что, когда изучают высшую нервную деятельность разных наших соседей по планете, то говорят, да, и у них есть такая память, и сякая память, и они умеют делать это и это. Только мы, вот мы такие орлы, мы умеем лучше всех. У всех есть коммуникационные системы. Я сейчас приеду к этому, вы не думайте. Это у меня такая манера говорить уж, как могу. Что у всех живых есть система коммуникации. Нет живых существ на планете, которые бы друг с другом как-то не общались. Не только друг с другом, но и со своими жертвами, и с хищниками, с врагами и так далее. То есть система коммуникации есть у всех. Ключая одноклеточных каких-нибудь очаровательных существ, типа инфузории и туфельки. Она тоже общается, только химически. Значит, масса существ есть, которых дикое количество на этой планете. Одни общаются с помощью химии, другие с помощью электричества, третьи магнитные поля, какие-нибудь четвертые умеют вокализацию, то есть акустика, пятые, я не знаю, запахами. То есть масса вариантов. Но таких, которые бы не общались вообще никак, и чтобы у них не было этой системы, они даже не понимают, что я так расшумелась, потому что они говорят, язык есть у всех. Я говорю, и даже хуже, чем вы думаете, потому что есть язык вееров, правильно? Почитаем, там, 18 век. Если я веер так держу, то приходи, а если так, то козел ты, да. И зрели, как мы знаем, в очень широком смысле, в разных культурах разное. В одних местах можно сидеть, в других нельзя, в одних в шляпке, в других без шляпки. Есть много разных коммуникационных систем, которые как-то налаживают или, наоборот, разрушают взаимоотношения между членами каких-то сообществ. Поэтому, да, есть, но наш язык, он особый, он вообще, он иначе устроен, и он выполняет другие функции. Более того, у человека много разных языков. Вот они на букву «ф». Никто, фуэте — это на тему движений, и я буду говорить про балет. Фонема — это на тему того, как устроен человеческий язык, в отличие от всех других языков. Формула — у нас есть математика. Насколько мы знаем, ни у кого другого математики нету. По крайней мере, в том смысле, как мы про это понимаем. Хотя, уж я друзей подбираю как надо, можете не сомневаться. У меня есть коллега, которая в Новосибирске. Вот, кстати, если вам интересно будет, она, да, такая же Анна Резникова. У неё лаборатория, где она изучает интеллект муравьёв. Боже милости, я там была, это вообще что-то страшное. Она говорит, особенно умён номер одиннадцатый. Вы видели вообще муравья, да? Вот у него мозг какой, вы догадываетесь? Дело не в том, что он маленький, но такой же сложный, как у нас. Он совсем маленький и он совсем несложный. Даже, как бы, сомнение есть, мозг ли это. Да, но, тем не менее, они у неё разве что интегралы не берут. Они, чёрт знает, что вы делаете. Эти муравьи, они там ходят по лабиринтам, решают сложные математические истории. Не в смысле формулы пишут, но алгоритмы, которые они находят для того, чтобы там выполнить её задание, они сложны. Я хочу понять, как это, чем они это делают. У них нет того места, чем это делается. Когда мы обсуждаем мозг, обычай один из, много метафор на тему того, что такое мозг. Одна из метафор такая, что вот каждый нейрон сам по себе ничего не умеет. Нейрон — это клетка нервной системы, и это основной игрок, если игрок, основной игрок на этом поле. И вот их дикое количество, что я и покажу. Но каждый сам по себе вроде ничего особенного с собой не представляет, а зато вместе что они вытворяют. Так с муравьями такая же история. Каждый сам по себе никакой. У них то, что иногда даже пишут, называется распределённый мозг. И хрена себе. Распределённый мозг. То есть каждый из этих миллионов, дикое количество их муравейники сидит. А вместе они образуют очень сложный организм. Или термиты. Ну вы видели, наверное, термиты, какие строят штуки. Вот чем они это строят? Я понимаю, что там лапки. Я не про это. У них нет прораба, правильно? У них нет чертежа. У них мозг вообще просто туши свет. Как они строят эту штуку, которое огромное сооружение с воздуховодами, с архитектурой, по определённому плану построят. А как они могут это строить? Как они договариваются друг с другом, кто будет что делать? И дело ещё хуже обстоит. У них там есть такие веранды такие, я даже не знаю, как их назвать. Патио, может быть, не знаю, как назвать это. Где они выращивают себе грибы. Грибы растят. Чтобы долгими зимними вечерами, у них же нет груздей со сметаной. Значит, чтобы было чего поесть. А также они содержат других насекомых, которые дают им сладенькое молочко, чтобы было чего выпить. Это что вообще такое? То есть, если переводим на человеческий язык, это значит, у них есть скотоводство и растениеводство, что ли, сельское хозяйство. Ну, я, конечно, ёрничаю, как вы понимаете. Но я хочу, чтобы мне назвали тогда это. А что это? Как они это делают? Это, понимаете, количество загадок в том мире, по крайней мере, в котором я живу, оно превысходит в разы и разы и разы количество разгадок. То есть, мы плохо представляем себе. Так вот, формула. Это, я надеюсь, у них, по крайней мере, нет математики в том виде, в котором есть она у нас. Ну, то есть, очевидно, что нет. Но что-то есть. Я даже знаю книжки, одна из книжек у меня дома лежит, она называется «Mathematical Instinct». Инстинкт к математике? Это у кого? И нарисована собачка, кстати. Вот, жаль, я не поместилась сюда, у меня есть трогательные разные карикатуры. Одна из них выглядит следующим образом. Английский дом, британский дом. Значит, хозяин дома сидит у камина, натуральное дело, читает газету, курит трубку и тихо и спокойно. Рядом сидит его жена, что-то вяжет. На коврике лежит их пёсик, положив вот так голову на лапы, и перед ним лежит мячик. Ну, а как при которых бывает, этот хозяин дома, значит, жене говорит про этого несчастного пёсика. Он говорит, «All he can think of is that poor boy». То есть, вот только и может, ну, дурацкий мячик, вот он смотрит на него, как бы мозгов у него нет. А над пёсиком, знаете, как в карикатурах облако такое, и там тангенсы, катангенсы, там траектории полёта, с какой скоростью, с скоростью, чего куда-то... Теперь ответьте мне, какие у нас есть основания считать, что это не так? Я как специалист вам говорю, никаких. Потому что из того, что он нам не рассказывает, про что он думает, следует только то, что он нам не рассказывает. Больше ничего. У нас нет способа узнать, что у него в голове. У нас есть косвенные способы. Например, я не подозреваю сложной интеллектуальной или психической жизни у курицы, потому что очень уж слабый мозг. Я, правда, себе противоречу, потому что я только что говорила про муравьёв. Ну, хорошо, ну, забудем, да? Вот у курицы, думаю, ну, ладно, всё-таки не так обидно мне её есть, думала я. Потому что, думаю, вот корова, у неё такие глаза чудесные, там, ресницы такие пушистые, а вот как стейк, как с этим. Вот. Так оказалось, что у курицы вполне серьёзная эмоциональная жизнь идёт. То есть вообще, не знаю, огурцы, что ли, есть теперь? Ну, короче говоря, я вот только шутливо рассказываю, но вопрос я серьёзный ставлю. Из того, что мой кот смотрит на меня и молчит, это, по-моему, работает, да? Следует, что он молчит. Больше ничего. И я вполне подозреваю его в пристрастии к дзен-буддизму. Нет, ну, откуда я знаю? Он мне не обещал ничего. Понимаете, все эти наши соседи по планете нам ничего не обещали. Они нам не собираются сообщать о том, какая у них сложная жизнь. И поэтому нам заблуждаться не надо. Как бы у улитки, я надеюсь, из коргу, когда ешь, да, всё-таки есть надежда. Ну вот, и, наконец, фотон, то есть это уже физика там, и это методы, почему я... Ну, я, конечно, не без пижонства это всё наев подобрала, но это методы, с помощью которых мы сейчас в состоянии всё-таки как-то мозг исследовать. На мозг, на изучение мозга сейчас тратятся дикие деньги в мире. Есть американский проект, который называется Brain, и это сокращение, хотя он выглядит как слово. И есть европейский проект, они вообще посулили человечеству, что они к 23-му году до такого дойдут. Это всё ранее, я хочу сказать. До такого дойдут, что они повторят человеческий мозг в силиконе, спишут с каждого из нас всю информацию о том, что у нас там творится, поместят на силиконовый носитель, и проправдники, значит, будут нашу жизнь проживать, чего бы мы вообще не планировали. Но я хочу всех успокоить, это не произойдёт никогда. Это невозможно. Не потому что техника не добралась, а потому что, что вы собираетесь списывать. даже если представить себе, что мы сможем зафиксировать всё, что происходит в нейронной сети. Вы, то, что пятка чешется, вкус губной помады, понимаете, там всё. Туда надо списать мир. Вообще весь мир туда должен быть записан. А в какой момент, если не секрет? В момент, когда, так сказать, уже апостол Павел стоит, приветственно, рукой, в какой момент вы списывать собираетесь? И там много слоёв, и они всё время меняются. Наша память меняется постоянно. Память — это не ящики, не библиотеки, это не кладовка. Это постоянно перезаписываемые файлы. Даже то, что я сегодня утром, я не знаю, там, скажем, на пиджак на свой смотрела, вот сейчас уже другое, потому что вы вокруг сидите. И это значит, воспоминания вот об этом уже включают в себя всех остальных. И это всё время. Поэтому что вы собираетесь списывать, а? В том-то и дело, что остаётся всё. Ну, хорошо, едем дальше. Клод Лелуш, известный кинорежиссёр, смотрите, он что пишет. Есть только один постановщик — это творец. Очень умные слова, кстати. В его пьесе играют миллионы людей, и каждый уверен, что он в главной роли. Ну, признаемся. Правильно? Так ведь? Самое интересное, что он прав, пишет умный Лелуш. Но пьеса запутана, никто не читал сценария, никто ничего не репетировал. Все импровизируют и пытаются понять смысл роли и замысел пьесы. И некоторым крупным философам, вероятно, это удаётся в какой-то момент, и то потом они с собой кончают с горя. Я вот здесь вот что помещаю. Эрвин Шредингер — это физик, гениальный физик, который один из создателей квантовой механики. И вот почему я про него сейчас говорю. Ну, во-первых, известен этот самый кот Шредингера, мой любимый персонаж. Я даже хотела брошечку надеть, но решила, что это слишком игриво. Он выпустил книжку в 47-м году. Нет, не в 47-м, а в 44-м. Вот её издание, которое называется «Что такое жизнь с точки зрения физики». Это очень интересно, потому что эту книгу пишет физик. И это не игрушка, а это такое серьёзное думание. Эта книжка была очень быстро переведена на русский язык. В 47-м году она уже вышла по-русски. И о чём он говорит? Он говорит о важной вещи, что... Я не буду прочитывать, чтобы время не трогать. Так можете это прочесть? Он говорит о том, что, по крайней мере, вот на том этапе жизни на планете, на котором мы сейчас оказались, знания, кустовые, так сказать, такие знания, профессиональные. Вот здесь сидят физики, здесь лирики, здесь там историки. Вот это кончилось, это всё. То есть они по-прежнему сидят, потому что есть факультеты университетов и специальности в ВАГе. Но на самом деле знание сейчас стало мультидисциплинарным. И вернулось только на другом этапе к тому, каким оно было, когда была натур-философия, мать всех наук. Когда Гёте одновременно писал стихи, изучал кристаллы, изучал цветовое зрение, барышень там прихватывал за все места. И всё это одновременно было. Понимаете, таких людей нету больше. Их нет. Их нету. Леонардо и дальше по списку. А дальше, что дальше случилось? А дальше все разделились. Алхимия стала химией там. Ну и поехала. Эти инженеры, эти писатели, эти читатели. Вот всё. Это время закончилось. Сейчас для того, что... А, ну конечно, в каких-то дозах я понимаю, что вы головой киваете. Я это, разумеется, тоже знаю. Это осталось. И это точка опасности. Потому что то, как сейчас... А нам сейчас ясно, что мы должны готовить специалистов, которые были бы годны не к меж, а к мультидисциплинарной работе. Это, кстати, важная поправка. К мультидисциплинарной. Поскольку я сама из тех, кто готовит таких специалистов, я знаю опасности. Опасности вот какие. Мы можем начать готовить тотальных дилетантов, которые не будут знать ни одной из областей всерьёз. Это плохо. Как сделать так, чтобы они с одной стороны могли разговаривать с коллегами из других специальностей, но при этом что-то знать по-настоящему, глубоко, вот это трудная задача. Но это задача современного мира. Это все крупные университеты отдают себе отчёт в этом. Тем не менее, мы пришли к тому, что вот Михаил Валентинович Ковальчук называет, то это не его слово, но он про это всё время говорит, конвергентное знание. Вот такое проникновение разных видов знания друг в друга. Вот я даже кафедрой такой заведую, кафедрой конвергенции естественных гуманитарных наук. Вот. И, собственно, речь вот об этом идёт. И что же? Вот область, которая, вот если уж и называть мою специальность всерьёз, то это когнитивная наука. Она состоит как минимум из таких частей. Это, разумеется, минимум, потому что я сюда могу много чего пририсовать. Вот то, что я вам буду рассказывать, касается, скажем, музыки и балета, и это не игрушки, а это вот как раз именно вам это будет интересно узнать, потому что это совершенно другой ментальный ход. Поэтому я пририсовать сюда много чего могу, но уж точно здесь есть лингвистика, здесь есть антропология, нейронауки, искусственный интеллект, психология и философия. Философия. Я общалась в своё время очень много с Юрием Михайловичем Лотманом, которого, я думаю, вы знаете, кто это такой совершенно гениальный человек был. Вот. И мы занимались там вместе, я в Тарту часто ездила. И я помню, когда организовывались какие-то семинары научные, такие не для детей, а для себя, он говорил, только философов, не пускайте философов. Вот чтобы ни один философ сюда не вошёл. Потому... Философ здесь занимает очень важное место. Я вам объясню, почему. Должен быть профессиональный человек, который поможет исследователям правильно поставить вопрос. Должен быть человек, который умеет хорошо думать, специальностью которого являются правильные выводы из правильных вещей. Работая с МОД, я работаю с Институтом мозга очень много, и его директор, Святослав Всеволодович Медведев. Он, кстати говоря, сын Бехтеревой и, соответственно, правнук Бехтерева. Вот. Ну и неприятель. Так вот, я просто знаю, что если очень много в мире делается работы, я вам сейчас скажу, сколько их делается, которые можно было не делать спокойно, не тратить ни деньги налогоплательщиков, ни свою несчастную жизнь на это не класть. Потому что неправильно поставлен вопрос. Поставлен вопрос так, что на него не может быть дан ответ. И даже дальше хуже. Предположим, получили кучу экспериментальных данных. Потом должен опять появиться философ, который поможет их интерпретировать. Их же надо понять, что толку. Понимаете, когда сейчас компьютеры, то есть компьютеров, томографов, полным-полно по всему миру. Вот, чтобы вы осознали весь ужас происходяки, я вам скажу, в Сан-Диего происходит, вот я только забыла, то ли раз в год, то ли раз в два года, очень крупные нейроконгрессы. Они вообще по всему миру происходят, но я говорю конкретно. Там участвует, скажем, 30 тысяч человек. Тысяч. Понимаете, представляете вообще, куда мы попали? 30 тысяч человек. Соответственно, устных докладов там бывает, несколько нобелевских лауреатов. Все остальное, это постеры, которые висят по стенкам. Сообщаю, что если предыдущего Конгресса все постеры вытянуть в одну линию, просто вот повесить так, то получится расстояние в 25 километров. Километров. Вот теперь я спрашиваю, это зачем? Их не только нельзя прочесть, а о том, чтобы их обдумать, об этом вообще даже вопрос не стоит. Их не только прочесть нельзя, мимо них только и пройти-то нельзя. 24 километра. То есть, мимо них можно проехать на машине. Зачем старались? Понимаете, это же какая-то парадоксальная вещь. Я понимаю, что сейчас меня убивали бы мои коллеги, но я уже много раз им это говорила, так что уже была бы убита, если бы они убивали профессионально. Вот. Но я имею в виду, что это уже... О чем это? Я к чему клоню? Я не к тому, чтобы алармизм такой здесь развить, а к тому, что мы явно что-то не то делаем. Понимаете, нужно прекратить собирать тонны сведений. Нужно правильно поставить вопрос и собирать прицельные вещи, если у нас хватит мозгов на это. Какой смысл? Вот я последнее время коллегам своим задаю вопрос, если не секрет, мы что ищем? Нет, ну что мы ищем в мозгу? Я хочу там найти что? Что дает нам томограф? Он нам показывает, когда я считаю, то вот здесь что-то крутится. Когда я пишу, то здесь, а когда я пью шабли, то вот здесь. Я это хочу узнать? Ведь я это не хочу узнать. Правильно? То есть я что, сумасшедшая? Я должна найти для этого бокала место, для этого щипчики, часы, да пульты. Это я ищу? Тогда я слабоумная. Это же, мы не это ищем, мы же хотим узнать, как это действует, адская машина, как это кошмарное, что у нас в голове находится, как оно функционирует, а не где там что лежит. Понимаете? Поэтому эти километры, которые вытягиваются, это дело к концу идет. Вот это закончится скоро, потому что это неперевариваемый материал. количество сведений, которые нейронаука получает, запредельно уже. Здесь нужен мыслитель, который скажет, что с этим делать. Я имею в виду не с этими данными, а что делать дальше, как поставить вопрос и что получить. Для того, чтобы было понятно, куда я планю. Ну, например, предположим, я свихнулась и говорю, давайте будем изучать, где в мозгу находится сознание. Это в чистом виде сумасшествия. Потому что сначала пусть мне кто-нибудь на этой планете скажет, что такое сознание. Вот после этого продолжим разговор. Таких определений, сколько хочешь, вводите в интернет и вы найдете. Они стоят, даже цент один они не стоят. Это значит, что я не могу его искать, потому что я не знаю, как оно выглядит. Предположим, я даже получу материал, я его никогда не опознаю. Я всегда скажу, а это память, а это ассоциации, а это у вас язык задействован, а это у вас чувство жажды и ненависти к человечеству. То есть я много чего наговорю. Где я сознание-то это, как я его ухвачу, если я не знаю его лица. Теярде Шарден, если кто не читал этого автора, он когда мы учились в университете, он был запрещен. Ума не приложу, чего они только не запрещали. Уже это-то что? Ну вот, но это очень интересная книга. Кто не читал, советую прочесть. Он пишет, история жизни есть по существу развитие сознания, завуалированная морфологией. Гораздо более невинно выглядит, чем на самом деле. Развитие сознания, история жизни на планете, развитие сознания, это что значит? Что как некая цель, если мы вдруг поверим, что есть такая цель, а мы их просто не знаем, но если есть некая цель, то значит у природы или у создателя, там как ни называй, была идея, чтобы в итоге возникло сознание из природы. А если не секрет, зачем? Вот это мой вопрос к природе. Конечно, я догадываюсь, что вы обо мне думаете, все-таки его задам. Мой вопрос к природе, ей зачем существо, которое обладает сознанием? То есть существо, которое раскрывает законы природы. Они там и так действуют. Электроны знают, что им делать, планеты знают, что им делать, все силы физические знают, что им делать. Зачем? Зеркало, как бы, да, которое на все, на это дело смотрит. То есть у меня такой простой ответ был еще много лет назад, но это, конечно, юмор. Я сказала от скуки. Природе стало скучно, ей как бы нужно, чтобы кто-нибудь смотрел. А свет мой зеркальце скажи, да все, правда расскажи, как бы. Природе захотелось куда-то поглядеться. Но это если без шуток, то вопрос не... То есть что? Значит, вообще все патроны, всех этих аминокислот, которые там в первичном бульоне варились, они все шли для того, чтобы появилось сознание? Сознание разносится. Нет. Хорошо, давайте тогда, раз вы задали вопрос, давайте я скажу, что я имею в виду, когда ругаю про сознание. Мы должны договориться, что мы сознанием будем считать. Есть ли вообще реакцию на что-нибудь? У меня есть коллеги, я не буду их называть, но есть коллеги, крупные ученые, которые говорят, сознание присуще вообще всему живому. Я говорю, и клетки? Да, и клетки. Клетки? А тогда что такое сознание? Если сознание – это реакция, тогда сознание есть у огурца. Я вчера, позавчера дискутировала на телевидении. То есть, если я, значит, прысну на огурец уксусом, и он сожмется, то он расстроен, да, и на меня обижен. На что бегах, вот, который ведет правила жизни, он сказал, если моденским уксусом, то не сожмется. Ну, хорошо, моденским, не моденским, то есть, мы во что? То есть, если просто реакция, тогда это одна история. Если это, когда я бодрствую, в отличие от комы, это другая история. Если сознание – это рефлексия, то есть, я осознаю, как я себя веду, что я делаю так, не так, то есть, обдумывание своего поведения, это третья история. Если это состояние бодрствования, а не сна, это еще одна история, и вообще неправильно, потому что во сне очень много, очень важных вещей происходит. И это большой список. А дальше начинается сознание, подсознание, коллективное, бессознательное, и так далее. Это огромный список. То есть, для того, чтобы эти вопросы обсуждать, мы должны до чего-то договориться сначала. Мы что ищем-то? Реакцию ищем. Тогда мы ее хоть у морковки найдем, где хочешь. Но здесь-то что? Хорошо. Эволюция жизни на этой планете, это такой путь от простейших организмов к самому сложному, что есть. И это именно то, что мы сегодня обсуждаем. Люди — это существа. Вот это очень важная вещь. Люди — это существа, которые создают, в отличие от всех других, насколько нам известно. После того, что я сказала про песика и котика, я больше это не буду повторять, которые создают то, чего нет. То есть, они не переделывают природу, которая есть, они создают вообще несуществующие до того вещи. Это искусство, литература, языки, математики, музыки и так далее. Весь список. То есть, мы семиотические, то есть, знаковые существа, для которых виртуальные или, проще скажем, идеальные миры не менее важны, чем реальные. Иначе, почему мы рыдаем над Шекспиром, почему на нас так действует музыка, почему произведение искусства для нас так важно? Этого же нету. Я вот с детства ненавижу Наташу Ростову. Просто терпеть не могу. Где это Наташа Ростова? Я кто-нибудь видел? Она из букв состоит. Нет никакой Наташи Ростовой. Понимаете, все эти страдания юного Вертера, это же все области не... Это очень сложные и очень важные для человечества области, потому что на этом стоит наша цивилизация. Наша цивилизация нематериальная. Она и другая тоже. И неизвестно, что важнее. Так что серьезная вещь. Поэтому мы привыкли оперировать знаковыми системами. И эти знаковые системы, наш язык, о котором мы сейчас говорим, разумеется, математика, разумеется, музыка, к примеру. Там есть еще некоторый набор. В том, что он рос, а в том, что он усложнялся. Понимаете, довольно... Есть мозги и покрупнее наших. Но не будем про них говорить, а вспомнить просто людей. Не тот мозг хороший, который больше весит. Самые крупные мозги у больных людей, у которых как раз с мозгом-то непорядок. Мы знаем примеры, потому что хранятся образцы этого. Мы знаем примеры, когда люди, которые огромные прорывы делали в нашей человеческой цивилизации, имели либо очень маленький, либо вообще какой-то ущербный мозг. с одной стороны там чего-то немножко есть, с другой чего-то... Чем он это все сделал? То есть мы... Не стоит считать, что он рос, 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 и вот в этом дело. Он рос, конечно, в этом дело, но дело главным образом сложности нейронной сети. Усложнялся мозг. Он не крупнее, а он сложнее. Тот мозг хорош, у которого очень сложные многочисленные нейронные связи. Точка с запятой. Если у него будут слишком сложные нейронные связи, и их будет слишком много, это будет называться шизофрения. И это без всяких шуток. Это абсолютно всерьез. То есть это все балансирование такой вот на грани. Если мы почитаем биографии, воспоминания, письма и так далее крупных звезд нашей цивилизации там практически нездоровых людей. Их почти нет. Кто собой покончил, кто спился, у кого биполярные расстройства, то он маньячит, то он наоборот в депрессии собой кончает. Очень дорогая цена. За выдающийся мозг все платят дорогую цену. И человечество в целом, и каждый отдельно. Поэтому когда мы говорим, мы хотим, чтобы все было некой нормой. А что такое норма? Норма это как мы договорились. Это вопрос конвенции. Сегодня носят юбки короткие, а завтра длинные. Мы договорились. Нет нормы на юбку. Точно так же нет нормы какое поведение в школе считать хорошим и плохим. Мне точно не нужен сотрудник, который вот так сидит, руку поднимает и все выполняет аккуратно. Потому что у меня для этого компьютер есть. Не нужен сотрудник, который нужен хулиган, который всем мешает и который неправильно думает. Неправильно по отношению ко всем другим. Это значит должна быть другая система воспитания, другая система образования. Это трудная история. Потому что если все будут расти в ситуации хаоса, то взорвется планета. Значит, вот как этот баланс держать? Трудная вещь. Искусственный интеллект, как вам известно, лучше, чем мне, двигается стремительно и представляет собой большие опасности. Вот недавно, как вы знаете, компьютер обыграл ГО. Вот это мы так не договаривались. Потому что, да, в нарды, как я узнала недавно, я, кстати, брала значит студентам, потому что я говорила в шахматы, да, мы знаем. Начнем в шахмат. Помните, когда Deep Blue обыграл Каспарова, и человечество содрогнулось, потому что как бы лучший мост планеты и вот такое позорище. Да, но как бы неприятно. Да, но потом, когда Каспаров отошел от удара этого и стали анализировать эту ситуацию, стало ясно, что не так страшно, как могли подумать, потому что а, этот компьютер был надрессирован на конкретного игрока, б, он не устает, вот, он не нервничает, у него невероятная память, не может у человека быть такой памяти. Он знал все возможные ходы, которые не только Каспаров делал, но и все остальные делали. И Каспаров тогда говорил, когда еще только переговоры шли о том, что будет такая игра, он говорит, дайте мне дополнительный компьютер, он не будет играть, но он будет мне добавлять память, неравные условия, нельзя состязаться с абсолютной памятью, нельзя. Ну, в общем, номер не прошел. И потом, я говорю, когда Каспаров в чувство пришел, то стало ясно, что если бы он сделал неправильный ход, понимаете, но не такой неправильный ход, который губит ситуацию, а так не ходят чемпионы мира, понимаете, так ходят начинающие игроки, то крыша бы у Диблю съехала, потому что он бы сказал, а нет, мы не договаривались, что я буду играть с семиклассниками, мы договаривались, что я играю с чемпионом мира, а вы что так ходите, то есть он мог сломаться на нетривиальном, но как бы неправильном, в стакавычках, неправильном ходе. Ну, хорошо, тогда успокоились, и я тогда, я помню, студентам говорила, а вот в нарды, вот в нарды номер не пройдет, потому что там, во-первых, кости, да, кости, а во-вторых, возможно, истерическая реакция, типа, да гори, и оно все огнем, я вот так пойду и выиграю, заметим. И тогда это что? Как бы, как считать? Как сейчас, да, и тогда говорили, вот в го, все, конец, вот в го, номер не пройдет, потому что, во-первых, количество ходов вообще запредельное, там, очень много считать надо, ну и что, много-немного, суперкомпьютеры увеличивают свои возможности, мы знаем, с какой скоростью, но вчера не может, а сегодня может, не в этом дело. Вот где мы сейчас остановились, если я правильно понимаю ситуацию, это на играх с неполной информацией, типа покер, например. Вот, вот тут непонятно как, потому что, это, ты не можешь это просчитать. Кроме того, этот, твой кафейс, как мы знаем, там, они еще врут, влифовать его надо научить. Его многому научить надо. Как вы понимаете, это же не игрушка, речь идет не о том, чтобы найти себе партнера для покера, а речь идет о том, какие есть вещи у нас, которые не поддаются алгоритмическим процедурам. Вот о чем речь-то идет. Вот, если бы у нас было там больше времени, у нас его нет, естественно, то я бы привела примеры того, какие метафоры человечество придумывало для описания того, как действует мозг. То это помпа какая-то была, потом телеграф, но там разные примеры были. Чуть ли не Аристотель говорил, что вот когда насморк у человека, то это чтобы мозг охлаждался, там жидкость оттуда отходит. Ну, прелестные вещи были. Но последние много десятилетий все говорят, мозг это компьютер, потому что нет другого, нет другого кандидата. Может, он и компьютер, но точно не тот. То есть там, конечно, часть его это тот, с которыми, опять же, не при вас мне говорить. Вот, но другой-то там есть игрок. Этот игрок на тему first person experience или латинский есть термин qualia. Qualia это впечатление от первого лица, ощущение от первого лица. Что-то холодно, вот это что такое? Или это вино для меня слишком сладкое. Это что? Понимаете? Это никакой хроматограф, никакая аппаратура вам здесь не поможет. Это не вопрос взвешивания или химического анализа. Это вопрос... Я чувствую, что нужно сделать так. У нас половина жизни у тех, кто в меня, проходит именно в этом. Я про себя знаю точно. Если мне некий внутренний голос, не голоса в психиатрическом смысле, вот, твой не сглазит, вот, но некое чувство, мне говорит, не делай этого. Если я такая дура, что я тем не менее сделаю, я расплачусь непременно. Я должна доверять этому нюху. И вот этот нюх, он не попадает в категорию цифровых технологий. Вот этого там нету. Почему эта музыка красивая, а эта некрасивая? Понимаете? Очень полезно смотреть на... Вот есть такое чудесное, к счастью, хотя я очень болен, но жив, Дмитрий Александрович Поспелов, специалист по искусственному интеллекту, знаменитый, который в свое время приводил примеры из кулинарии. Вот это очень... Вот из кулинарии хорошо, и из инструкции, которые ты даешь такси, например. Вот там есть такси, как до вас доехать? Ты им говоришь, вот там проесть, такое синенькое здание будет. Но оно может и не синенькое, но вы увидите в целом. Да, и вот там будут кусты, вот вы объедьте так их, ну и, в общем, там будет ясно. Это что такое? И ведь находят при этом или кулинарные рецепты немножко докоричневые, да, немножко лук так попассировать, да, по вкусу, по вкусу, по вкусу добавить того-то и еще немножко потушить до готовности. Что с этим делать? Оно, я к чему клоню? То, что сложно компьютеру, очень просто человеку. То, что очень просто человеку, практически невозможно сформулировать для машины, потому что это не пересекающиеся вещи, это разные системы. То есть это на тему аналоговых компьютеров, естественно. И сюда попадает все искусство. Поэтому сумасшедшие, которые пытаются количеством рифм описать, почему Пушкин там лучше или хуже Шекспира, это не по делу, они не то делают. Нас всех очень интересует, нас я имею в виду людей, есть ли какие-то гены, которые специфичные для человека. Вот только у человека, у других нет. Ведь весь спор, я с этого начала, люди это такие же, как все остальные, только получше? Или что-то случилось? Такое, условно скажем, мутация, я это говорю в кавычках, которая перевернула эту историю, и пошли совсем другие. Вот тут пошло это сознание, и все это. Это что? Один из кандидатов, таких кандидатов довольно много, один из кандидатов, это вот ген H.A.R.1, он расшифровывается как Human Accelerated Region 1, иногда еще букву F ставят, то есть forward, передний. И в нем, я думаю, все помнят эти безумные слова насчет того, что у нас 99, и после запятой еще много знаков, общих генов шимпанзе. Все читали, наверное, это. Ведь согласитесь, это же безумие. Вы разницу между собой и шимпанзе наблюдаете, я надеюсь? Как это может уложиться в десятые или там тысячные доли процента? Это же здесь же явно что-то не то. Они не то считают. Что они считают? Итак, если посчитать иначе, то 118 различий есть между нами и шимпанзе. 118! А для сравнения, шимпанзе и птицы, которые вообще параллельны эволюцией, вот здесь идут птицы, а здесь идут шимпанзе, между ними только два. Так что события-то серьезные шли. И поэтому эти проценты, это так же, как уже здесь, мне задавали вопрос, правда ли, что 3% нашего мозга только действует, а остальное бездействует? Это все бабушкин рассказывает. Короче говоря, есть участки, которые странным образом стали эволюционировать с огромной скоростью. Вот это, кстати, для меня, поскольку я не генетик, я хотя и доктор биологических наук тоже, но я не генетик, о чем очень сожалею. Но я с ними общаюсь и стараюсь набраться как можно больше. До меня дошла вещь, которая, возможно, есть в каждом учебнике генетики, просто я про это не знала. То есть значит геном шел разными темпами в разных местах. То есть не то, что вот этот организм весь развивается каким-то там темпом. Я не знаю, тысячи лет у него или миллионы лет или миллиарды лет у него уходит, но как бы он и идет. Оказывается, нет. Какие-то части генома идут таким темпом, а какие-то другим. Я к чему планю? К тому, что в нашем геноме человеческом некоторые участки и эти участки самые главные для нас. Это то, что стало нашими лобными долями. Мы именно ими совершаем все главные когнитивные операции. Вот он стал развиваться в 50 раз быстрее, чем все остальные отделы. Я когда это прочла, я во-первых решила, что опечатка, что не 50, а 5. Если даже 5, все равно это душ и свет. Но 50, тогда я вообще не понимаю, как это может быть. То есть в какой-то стати создатель, не боюсь этого слова, решил, как-то медленно дело идет. Надо, да, но в нужном направлении. Вы понимаете, это же не шло в сторону у нас хвост необыкновенной красоты развился. Оно же шло в сторону когнитивную, в сторону мозгов, потому что для того, чтобы мы могли делать все, что мы делаем, нам нужен особый мозг. Очень сложный мозг. Он не берется ниоткуда. Ну, в общем, вот такая вот вещь. И что? И дальше поехала. Поехали языки, поехали этносы, и поехали гены. Я почему через запятую ставить? Генетика сейчас мощнейшая наука. Она дает нам информацию, которой у нас не было никогда, а именно, кто на земле, кому родственник. Эти народы действительно вместе жили? Или это историки придумали? Или ошиблись, или намеренно, или по глупости? Там есть общие гены или нет? Когда начинается наша история? Когда мы стали более-менее разумными? Это когда вообще случилось все? Генетика разрешает нам эту информацию? Еще сколько-то лет назад я студентам лекции читала и говорила, я снобка, я в снобецке и говорила, ну, неандертальцы, да, много там всякого было. Были неандертальцы, нам до них дела нет, это бастарды, незаконно рожденные, кроме того, мы их победили, погибшие ветвь. Все неправда. Никуда не погибшая. В современных людях есть неандертальские гены. И откуда мы это могли знать или не знать? Вот отсюда мы знаем. Я к тому, что наука много умеет разных вещей. И в частности, она говорит, вот слышали, наверное, что, скажем, баскский язык, это где, да, ну, понятно, и грузинский. Что-то общее, как у них вышло. Вот, вот дорога, по которой надо ходить. Они, где перемешались? Это языки перемешались просто потому, что мы друг с другом разговаривали, они перемешались? Или они жили как-то вместе? Или это, вообще один народ? Но я сейчас выдумываю это все, что я сказала, это, я как бы, как пример говорю. Ну, хорошо. Язык, наш язык. Вообще, вот, я бы сказала так, на мой вопрос, точнее говоря, на вопрос студентов. Кто такие люди? Я их провоцирую все время и говорю, человек это кто? Между прочим, вопрос нетривиальный. Человек это тот, кто на двух ногах, у кого нет шерсти в избытке, у кого нет перьев, у кого нет хвоста. Таких много. Петух, например, на двух ногах ходит, кенгуру на двух ногах ходит, много разного народа. Значит, тогда я отвечаю, хомо сапиенс, это хомо локвенс, то есть существо говорящее. У него есть мощнейшее орудие, и это язык. Ну, ладно. Но, а он также хомо думающий. И думающий особым образом. Есть лингвисты на планете, и один из них звезда и звезд, это Наум Хомский. И он вообще считает, что язык был создан, я в кавычках на всякий случай, был создан не для коммуникации, представляете, это вообще переворачивает историю, а для думания. Язык это средство мышления, а не средство говорения друг с другом. Потому что для коммуникации язык плох. Вот с этим я, кстати, согласна. Иначе откуда коммуникативные провалы? Все время люди разговаривают друг с другом, никакого толку. Самое милое дело для коммуникации это азбука Морзе. Вот сколько здесь отстучал, столько здесь получил. Никаких трактовок. Человеческий язык страшно многозначен. Одни и те же слова значат разные вещи в разных контекстах. Они значат разные... логические принципы и так далее. Это огромный список. То есть никакая книга не содержит информацию полную. Ее информация появляется тогда, когда появляется читатель. Соответственно, информация это объект плюс тот, кто этот объект рассматривает, слушает или читает. Поэтому у нас есть надежда. Не знаю, правильно ли я слово сказала. Надежда на то, что может быть наши братья по планете все-таки не думают так сложно, как мы, потому что у них нет этого инструмента, этого сложного мышления, которое с помощью языка получается. Вы могли бы мне задать вопрос, не задаете, но я его задам сама. Почему вы думаете, что любое мышление вербально, то есть с помощью языка? Отвечаю, я вовсе так не думаю. Я вовсе так не думаю. Есть математическая мышление, музыкальная, художественная и так далее. То есть совсем не обязательно это через речь. Но тогда, когда речь идет о сложных формах мышления, тогда язык появляется. Если почитать, опять же, мемуары и там разные свидетельства крупных мыслителей, и я специально говорю о мыслителях не гуманитарных, а, скажем, физиках и математиках, химиках, то что они пишут? Они пишут, мне уже все было ясно самому до формул и до языка. То есть открытие уже сделано где-то там глубоко. и это выглядело как перемещение каких-то световых форм или каких-то странных облаков, там, пятен каких-то. Потом огромные силы у меня уходили на то, чтобы это объяснить хоть каким-нибудь языком всем другим. Написать формулу, диаграмму, рисунок, текст. Но он-то это понял до всякого языка. То есть здесь есть о чем думать. Вполне всерьез. наш язык имеет генетические корни. Язык я имею в виду вербальный, тот, которым я говорю, а вы сейчас воспринимаете. Он имеет генетические формы, то есть генетические основы, и у него есть некие универсальные базисные принципы, которые характерны для всех языков Земли. На нашей планете примерно 7 тысяч языков. Примерно, потому что зависит от того, как считать. Там диалект, не диалект, то есть это отдельная история. И кроме того, это количество все время меняется, языки исчезают и так далее. Но все равно 7 тысяч это немало. Они драматически отличаются друг от друга. Но в каждом из этих языков есть некие базисные принципы. Например, есть субъекты и объекты, есть какие-то сущности, есть действия с этими сущностями, ну и так далее. Это я не буду читать вам курс лингвистики, но это серьезная история. Есть базисные принципы, которые свойственны всем языкам планеты, соответственно, всем людям. Похоже, что у этого есть генетический базис. Это генетика не для конкретного языка. Вот это точно. Это нет гена, который сохраняет вам язык предков, там, русский, телугу, или там, финский. этого нет. Есть некий генетический механизм, который дает возможность каждому здоровому ребенку Земли выучить, как, не выучить, а овладеть, это точнее слово, овладеть любым языком Земли, как родным. Не стоит заблуждаться, что это легкая история. Это очень сложная история. Ребенок должен, не ребенок, а его мозг, должен дешифровать сложнейший из кодов, с которыми не могут справиться все лингвисты Земли. Он должен дешифровать тот языковой код, в который он попал. Он должен у себя здесь написать виртуальный учебник этого языка. Он построен совсем не так, как те учебники, по которым нас учат. Я вот по-английски там, в пять лет начала говорить, ну, не то, что там, сильно говорить, но, в общем, я и владею этим языком. Я недавно просто наткнулась в университете на учебник английской грамматики, который какая-то дура написала очередной раз. Я его, вот я вам клянусь, я вообще ничего не поняла. Просто вообще, вот ничего. Что там написано? Это безумие какое-то. Они пишут эти учебники, как сами видят. На самом деле этот учебник написан здесь. Мы бы дорого отдали, большую бы цену заплатили, если бы мы знали, как это на самом деле устроено. Это бы перевернуло наше, не только, это я просто про язык говорю, это вообще про все. Это перевернуло бы наше образование, системы коммуникаций, устройства социумов. Это много бы чего перевернуло, если бы мозг открыл свои тайны, как он это делает. Вот на это наука-то направлена. Она хочет понять, как это функционирует все. Ну, хорошо. и у нас есть зоны. Вот здесь вот брака зона, вот здесь зона верники. Зона брака у меня сейчас активно работает, потому что я говорю, а зона верники работает у вас, потому что вы слушаете, а не говорите. В простом варианте так. А в сложном варианте, если я голову любого из нас сейчас бы засунула в магниторезонансный томограф, то он бы показал, что весь мозг функционирует на полную катушку, потому что невозможно отделить язык от памяти, ассоциаций, внимания, еще тысячи разных вещей. И все это действует одновременно. Тем не менее, мы знаем такое. Вот лингвисты, генетики, этнографы, они составляют вот такие вот деревья, это разные языки, куда они сводятся. Мы ведь хотим свои истоки знать, мы хотим знать, мы откуда взялись. Я имею в виду не то, занесли ли нас сюда с Марса, а как бы вот как это выглядит, это начало, как выглядит. Это что, был единый язык, там, Бавилонская башня приходит на ум, там, и так далее. Это вот как оно было, почему оно стало делиться. Здесь вообще масса вопросов. Расы, это что такое? Этносы, это что такое? То есть мы не можем сейчас обо всем этом говорить, но это вот оно. Поэтому генетика, которая сейчас стала такой мощной, она дает нам в том числе ответы на вопросы вообще других наук, которые сюда и не лазали никогда. Ну, например, я не знаю, слышали вы или нет, несколько лет назад в Денисской пещере на Алтае был открыт новый вид человека. Вы знаете, про это, это государственная премия была дана академику деревянка, это международный проект большой. Тогда, если хотите, я вам скажу, потому что это интересная вещь. Мы считали, что мы просто, я и Анохин, еще несколько человек, генетиков, мы были там и смотрели на это. Это вообще просто завал. Значит, там пещера размером вот с это помещение, и вообще как эти археологи работают, конечно, вызывает, конечно, просто недоумение. Они там нашли фалангу вот мизинца 12-13-летней девочки. Вот как в этом, это же все, вы понимаете, чем это? Она же не то, что там полочки с мизинцами лежат. Ну, представляете, они просеивают маленьким ситечком это все. Нашли эту, ничего такого не подозревали, отдали генетикам, которые к этому моменту уже дешифровали, секвенировали геном неандертальца. И там много чего из этого следовало. Ну, и все считали, что это что-нибудь такое по времени. И когда они, большая команда, не столько большая, сколько квалифицированная международная команда секвенировала этот геном, они обнаружили, что это другой вид. Представляете, что такое найти другой вид? То есть это еще одни люди, про которых вообще никто не слышал никогда. Беда в том, что там вокруг лежали, ну вы можете это в интернете набрать, там покажут, там все картинки есть, там лежали украшения, сделанные, так я подозреваю, из нефрита. Это были, например, кольца. Наспорт. Кто-нибудь может сделать из нефрита кольцо? Представляете, как это, как его сделать? Там лежали браслеты из двух частей, каменные, отполированные, которые соединялись, ну скажем, там кожаными тесемочками. Там много разных вещей было. Там были еще штучки, которые я вообще уже не понимаю. Там нашлись бусинки из страусового, это, из корлупы, страуса на Алтае. Я думала, что я очень умная, я им говорю, ну, наверное, климат менялся, но они с сожалением, разумеется, на меня посмотрели, сказали, вы думаете, мы здесь дурачки, что ли? Разумеется, все проверили. Не было здесь никаких страусов никогда. Тогда я задаю вопрос, как это туда попало? Что это? Оно же не по воздуху прилетело? Понимаете, то есть, каждое такое открытие, оно нам переписывает нашу историю. То, что мы думали, опять очередной раз было, когда я в лужу села, я говорю, а куда делись кроманьонцы? Я помню, были кроманьонцы. Они мне говорят, кроманьонцы, это мы. Я вас поздравляю. Это мы и есть. Как бы последнее такое. Понимаете, то есть, наша история переписывается все время. Сейчас мы подойдем там кое-чему. Это к вопросу о зонах мозга. Вот это очень совсем неполный список того, что связано с языком и как это по мозгу распределено. То есть, это вовсе не находится тут и тут, как я вам показывала. Как мы теперь знаем. Весь мозг участвует в этом. голову каждого из нас, если засунуть в эту стиральную машину по имени томограф, то она вам это и покажет. Там будет все сразу. Там не будет, как мы надеялись когда-то, что ты, вот как там люди наивные говорят, так надо посмотреть, что в мозгу. Хорошо. Пилим, да, мозг. Открываем. И что мы там интересно видим? Там что, здесь дипричастия лежат. Здесь глаголы переходные, а здесь как раз непереходные. Что там лежит-то? Там нейроны лежат. Ничего там больше не лежит. Там лежат нейроны, глия, ткань, там ткань. Она это нам не отвечает. Нам это отвечает, если мы правильно ставим вопрос. Если мы из-за вот эксперимента, которые мы вели, у нас это в лучшем журнале хвост, то есть Brain and Language журнал американский, лучший на эту тему, у нас там несколько статей опубликовано. Мы готовили опыт, который шел несколько минут, два года, два. Несколько минут это типа пять. Не двадцать пять. Понимаете, это что мы знали? Что там участвует радиоактивность, это позитронно-эмиссионный тамокров был, что человек не может там находиться много раз, подолгу и так далее. То есть мы должны были огромную информацию загнать в наш маленький тест, так загнать, чтобы мы потом могли понять, что мы получили. Так что эти истории, они усложняются, как бы, ну хорошо. Вот эта картинка, это вовсе не рисунок, а это то, как теперь выглядит обработка нервных путей. Короче говоря, вот эти линии, они показывают, как информация идет, когда в мозгу, когда вы занимаетесь каким-то делом. Эта конкретно картинка, если вы прочтете, там, то, что там написано, говорит нам вот о чем. Ну, собственно, наверху есть название. у художников, я имею ввиду, под художниками широкая, то есть, туда же и музыка, креативные, я бы сказала, у них мозг устроен не так, как у других людей. Почему нам это интересно? Вот я, собственно, с этого и начала. У меня, это вот я вам говорю, абсолютно новые вещи. Я об этом говорю второй раз, ни разу нигде не писала и с ужасом думаю о том, что надо бы написать, но не представляю, как. Я думаю, что для того, чтобы понять, почему мы такие интеллектуально мощные, я имею ввиду, вообще люди, нам нужно смотреть на людей искусства, потому что этого у животных нету. Что-то появилось у человека в мозгу и мозговые именно алгоритмы, механизмы мозга такие у тех, кто создает музыку, кто придумывает, кто занимается математикой, и кто танцует, кто пишет стихи, это что-то вообще другое. И этого мы не можем найти ни у легошек, ни у мышек, ни у крысок, которых исследуют все, потому что на человека опыта не ставят. Это серьёзное дело. Так вот у них мозг другой. И вот видите, здесь написано даже, что искусство выполняет при образовании роль такую, что он позволяет человеку, но здесь про ребёнка написано, стать собой, не таким, как вообще все, а как бы проявить себя. Поэтому искусство это не для красоты. Это я просто хочу понять, что я так расшумелась. Я имею в виду, что тривиальные вещи типа хорошо, когда человек знает, кто такой Вивальди, и плохо, когда он не знает, кто такой Вивальди. Ну что об этом говорить? Это и так понятно. Хорошо, когда человек ходит в Большой театр или в Мариинский. Я не про это. Я про другое. Искусство делает что-то с мозгом не то. Оно включает механизмы, которые не включаются другим образом. Я, может быть, если будет время, прокомментирую. Вот очередная буква Ф. Фойте. На первый взгляд люди, которые танцуют, это как бы люди, что у них вообще в мозгу может ничего и не происходить особенно. Ну, танцуют и танцуют. Легкое занятие. Большая очень ошибка. Я стала этим заниматься и сейчас расскажу. Существует миф, теперь уже миф, а раньше это была Нобелевская премия, насчет разницы в правополушарных и левополушарных людях. Во всех учебниках, там, скажем, 70-х, 80-х годов, во многих и сейчас, но напрасно, написано, что креативные люди правополушарные, а не креативные люди левополушарные, они все считают. А? Нет, это не так. Потому что сколько угодно креативных людей, которые левополушарные, то есть это гораздо больше, если так очень жестко сказать, не делится мозг на две части. Понимаете? Он на 122 тысячи делится. Речь не идет о кусках, речь идет о страшно сложной сети, а также сети сетей, сети сетей сетей, гиперсети этих сетей и гиперсети этих гиперсетей. Вот о чем идет разговор. Почему так сложно это стало все? Мы не ищем уже больше этого. Это проехали, сливки сняты. У меня у самой докторская, над тем была. Я это вот оно мне где ненавижу. Нет, ну это правда. Роджер Спири в 81-м, если я не ошибаюсь, году получил за эту Нобелевскую премию. Правильно получил. Все. Это не то, что он ошибка. Понимаете? Я не клоню к тому, что это была ошибка. Я к тому, что дело двигается. И теперь мы видим, что это гораздо более сложная вещь, нежели человечество, которое поделено на правшей и левшей. Но вот это кончилось. Сливки сняты. Это не про то. Но скажем, обычно сказали бы, что математики, они все левополушарные, а я не знаю, художники, они все правополушарные. Ну смех же и анекдот. Значит, если математик занимается топологией, например, да, какое левое полушарие? Левое полушарие считает, левое полушарие, это и есть компьютер в нашем понимании, который единицы с нулями гоняет. То есть арифметики, алгебры, а топологии, это ментальное вращение, это правый, это правый мозг. Художники, художники правополушарные, ошибаетесь. Если мы возьмем, например, пуантилистов, синьяк там, какой-нибудь и компания, они высчитывали, сколько краски, какого цвета нужно положить вот на такую территорию для того, чтобы когда ты отойдешь на 7 метров, получилось сиреневое. Это счет. Поэты, вы скажете, правополушарные, да? А абериуты, которые играли с корнями, с флексиями, это математическая деятельность. Так что это просто неправильный взгляд. Я повторяю, я не ругаю предшественников. Тем более, что я сама там лежу. Данс Ньюрал Нетворк. Я поинтересовалась, что происходит в голове у танцоров. Просто специально искала. Начала маньячить. Я вот уже несколько, некоторое время, недолгое, маньячу музыкантами, математиками и вот танцорами, насколько могу. Что у них происходит? Посмотрите. Они ведь, ну вы сами можете прочесть, значит, красным обозначены зоны в мозгу. Что должен делать танцор? Он должен слушать музыку. Это одна часть мозга. ритм. Это другая. Он должен держать равновесие. Правильно? Он должен слушать, что делают и видеть, что делают другие в команде. У него очень сложная моторная деятельность. Очень сложная. Которая он учится там 12 лет в хореографическом училище. И я ничего не говорю про то, какие эмоции он в этом... Да, память. Гиппокамп, соответственно. Разные виды памяти. Очень изощрённая моторика. Я ничего не говорила про романтические чувства, содержание и душу, которую он в это вкладывает. Что там присутствует? Это же не робот танцует. Когда мы видим, как танцует великий актёр, великий танцор, это не робот танцует, это совсем другая вещь. Мозг, вот здесь мозг, который музыку не слушает, а здесь мозг, который музыку слушает. Чем больше цвета, тем больше активность мозга. Это не прохладное занятие слушать музыку. Это огромная работа для мозга. Если бы я не была говорящей, а была сидящей, это у меня частая такая роль, и хотела бы сокрушить того, который говорит, то есть если бы я была мой клон, то я бы прицепилась и сказала, слушайте, это всё мура, потому что это простая, это правда, разумеется. Но я бы как прицепилась, я бы сказала, это зависит от того, кто слушает. слушает тот, у которого есть музыкальное образование, у которого есть музыкальный звук, у которого есть музыкальный вкус, который любит джаз или бартака, который любит авангард, или который любит, когда на дудочке, или там на дудунке играет. Это же всё разные люди. Все эти картинки будут абсолютно разные. Слушает он то, что он уже слышал и знает, или это абсолютно новая вещь, или это авангард, который вообще ему надо декодировать, что это что, пошло такое, Как это понять? Понимаете? Это всё разные цели будут. Я к тому говорю, что когда мы изучаем такие вещи, то мы сталкиваемся с почти непреодолимыми препятствиями для науки, как занятия. Наука имеет свои правила поведения. А именно, правила игры есть. Понимаете? Вы играете в хоккей — это одно, играете в покер — это другое. В футбол — третье, а в дурака — четвёртое. Это разные занятия. Наука подразумевает проверяемость, обязательно, повторяемость, статистическую достоверность. У неё есть правила. Это невозможно. Кого я с кем буду сравнивать, если не секрет? Какого с каким человеком я буду сравнивать? Есть ход, который мне вот мои коллеги бы сказали. Да, я его могу сравнивать с самого собой. Он 30 раз будет слушать одну и ту же музыку. Я только посмеюсь. За 30 раз он выучил её наизусть. Это уже никакого отношения к делу не имеет. Эта картинка после 30 раз его слушания будет называться. Что происходит в мозгу после того, как человек 30 раз услышал одну и ту же пьесу? Это ответ на другой вопрос. А что же... Ну а что делать? Понимаете, вот сейчас наука пришла к точке, когда индивидуальные данные нам интересны, но мы не знаем, как с ними справиться. Трудная история. Вот могу даже такую картинку дать, но с поправками, которые я уже сказала. Здесь написано, как выглядит слушающий мозг, если он слушает кантри, классическую музыку, рок там, ну и так далее. Сами видите. Или незнакомую музыку. Ну, опять-таки, если я, предположим, специалист по классической музыке, но одновременно люблю джаз, моя картинка будет другая. Понятно, да, куда я клоню? Хорошо. То есть, вот, пожалуйста, что происходит в мозгу, как много участвует всего. А вот еще сколько-то лет назад, даже не лет, я, может, поскольку пока я еще маньячить не стала на тему этой самой музыки, я бы сама сказала, ну хорошо, но слуховые зоны вот здесь будут. Ну, может быть, еще немножко здесь, потому что правое полушарие эмоций, там, то, сего, пятый, десятый. Посмотрите, что делается. Здесь много событий происходит. Если вы почитаете умных музыкантов, я читала шнитки. Вот гений, да гений, вот просто во всем гений. Такой сложный, такие сложные вещи он про музыку говорит. Именно сложные. Это не на тему нравится-не нравится. Это на тему, как глубоко туда можно копать, как интерпретируется это. Вот возможности музыканта. Что должно быть у него? Ну, вот видите, здесь написано. Хорошо, не будем дальше. Формулы. Вот, пожалуйста, формула. Она к какой области относится? Вот у меня есть еще время, или вы уже умерли? А? Ну, нет, ну, мало ли, я-то завожусь, мне только дай. Татьяна Владимировна, я здесь. Где? Я здесь, я отсюда за вами наблюдаю. И что? В принципе, времени нет. Но если наши гости хотят послушать еще, мы с удовольствием вам это предоставим возможность. Хорошо, я постараюсь. Помните виду, у нас еще будет где-то полчаса на вопросы-ответы, поэтому... Я постараюсь разогнаться, ладно. Я, есть вопрос, который я, я пристаю к людям в последнее время, пристаю к музыкантам и к музыкантам высокого уровня. Тут недавно привязалась к ректору консерватории московской. Вот. И к математикам, и тоже высокого уровня. Вот как покрупнее, вижу, так хватаю. Хватаю и задаю следующий вопрос. Если человечество доиграется, а оно, похоже, уже близко к этому, и всех сметет с лица земли. Просто нет, больше людей нет. Музыка и математика останутся или нет? Это я не дурацкий вопрос задаю. Я не имею в виду ноты и учебники, в которых написаны формулы. Вот это где она, эта музыка-то? Музыка-то находится в голове того, который слушает или который создает. И ее здесь нет. Она здесь, как физическая величина, может быть. То есть обязательно есть, если она звучит. Потому что звуковая волна несется. Но она становится музыкой. После того, как она ударилась сюда, молоточки, наковаленки, поехала по слуховому нерву, пришла в мозг. А? Так ноты, это запись. Ну, да, ну, я знаю, да, я недавно как раз, если у меня будет время, расскажу. Я отдаю себе отчет. Я упрощаю ситуацию. Вот никого нету, понимаете? Нет ушей. Если нет ушей, музыка есть или нет? Ушей в смысле мозгов. Ее же нет. Хорошо, музыка эта доходит до муравья, доходит, да, и до комара. Она музыка для него? Для человека, у которого нет музыкальных никаких навыков, ни образования, ничего. Разве она для него музыка? Какофония вместо звуков, как известно, как про Шостаковича писали, правильно? Какие уши, так сказать, такой результат. Математика, это к тому, это я отчасти отвечаю на вопрос о правом-левом полушарии. Она представляет для тех, кто понимает, такую же эстетическую ценность, как произведение искусства. Об этом много людей пишет. Вот и наверху написано. Для математика эта формула невероятно красива. А крупные математики, они прямо пишут и говорят, есть вещи, которые не могут, тебе надо выбрать. Это или это. Нет критерия для выбора, кроме эстетического. Эта формула уж как-то красива очень. Она как-то хорошо так легла. И это критерий для того, чтобы ее предпочесть. Представляете, то есть мои все вопли сводятся вот к чему. Что эстетика это не отдельный какой-то ящик, который как бы десерт. Вот я, понимаете, что вот как бы стейк съел хорошо, а десерт можно есть, можно не есть. Одни любят пирожные, а другие любят сыру после этого поесть. Но в целом можно и не есть. Это другая история. Это основное блюдо. Это главное блюдо. Вот если этого не будет, нашей цивилизации нету. Камешки одни остались и вилки. У музыкантов, или точнее, лучше даже скажем, у людей, которые занимались такого рода вещами. Почему надо детей этому учить? У них меняется сам мозг. У них, вот красным написано, у них гораздо большее количество и качество серого вещества, о котором мы думаем. Если помните, там, всяких Шерлок Холмсов и прочих. Они говорят, мне нужно, или Пуаро, говорят, мне надо покормить мои серые клеточки. Желательно для этого поесть рыбки, потому что фосфор там, он как бы годится. Серых клеточек у людей, которые музыкой занимаются, а также математикой больше, чем у всех остальных. Это я важную вещь сказала, потому что это значит, что то, чем мы занимаемся, физически влияет на качество нашего мозга. Оно не только ментально влияет, то есть мы думаем иначе, там, ощущаем мир иначе, оно физически улучшает. Вот оно. Ну, хорошо, давайте это пропустим, раз у нас времени нет. Я хочу, вот, пожалуйста, вы знаете, да, эту детективную историю про то, как врач, который аутопсию делал Эйнштейну, украл мозг. Знаете это, слышим? Значит, анатом, который стащил мозг гения. Да, и он у него, к счастью, хранился, он с ним ничего не сделал. Короче говоря, этот мозг выплыл недавно, год-два назад, выплыл наружу каким-то образом. И вот он здесь изображен. Его, естественно, исследовали на полную катушку. И этот мозг показывает, почему Эйнштейн был гений. У него были черты, которых у нормального мозга нет. У него, например, вот я так просто, поскольку повторяю, времени нет, хорошо сейчас. У него очень мощные полушария соединяются с такой штукой, которая носит название корпус колозум по латыни. И моё мозолистое тело, оно называется по-русски, мозолистое тело. Это такая штука, с помощью которой правый и левый мозг друг с другом общаются. Так, если попросту сказать. Вот эта штука у него была существенно большей величины, мощи. Это значит, что его ассоциативные процессы шли существенно лучше, чем у просто человека. Почему важно знать разные вещи? Почему нужно знать и на бабочек смотреть, и как в океане волна идёт, и фильмы, и музыка, и в музеи ходить? Потому что это даёт гораздо более пёстрый и роскошный веер, по которым вы решаете совсем другие задачи. Вы будете решать иначе. Поэтому крупные компании мировые настаивают на том, чтобы их сотрудники слушали лекции по Караваджо, к примеру. Ведь не просто же для того, чтобы там... А у меня культурные сотрудники. Не об этом разговор, об этом тоже. Но не это важно. Это вот оно, что устраивает. Поле. Теперь, вот у меня есть некоторые вопросы. Вот эта гигантская сеть, которая у нас есть. Знаете, сколько у нас нейронов? Ну, во-первых, чертов двоих сосчитаешь. Но если чуть-чуть, так примерно, то это примерно 100 миллиардов нейронов у нас в голове. У каждого из нейронов от 10 до 50, а в некоторых случаях до 100 тысяч связей с другими нейронами. У меня по математике двойка, судя по всему. Но если вы посчитаете, а люди другие посчитали, это получается квадриллион, если не больше, связей в мозгу. Это в голове каждого из нас. Вы представляете, что там творится? Тогда у меня вопрос. А зачем такая огромная сеть? Почему она нужна такая, что про запас? Для чего так много? Там должно быть много, но почему так много? Квадриллион — это больше, чем элементарных частиц во Вселенной. Зачем такая величина в мозгу? Мы нашу жизнь вполне могли, даже включая интеллектуальную жизнь, вполне могли обеспечить несопоставимо меньшими этими игроками. Зачем так много? Не знаю. Информация где хранится? Она хранится в каждом нейроне. Каждый из этих вопросов — это научное управление, поэтому я даже не буду комментировать. В пучках, в самой сети, внутри клетки, может ли эта сеть работать автономно? Объясняю. Если у нас нет зрения, слуха, обоняния, вообще никаких выходов на внешний мир, что там будет делаться? Она может жить? Это очень сложные вопросы. Сознание, вот я пишу, не эпифеномен, а вообще это есть такое? Может, его и вообще нет? Но поскольку мы не договорились, никто ни с кем не договорился в мире, что это такое, то есть, скажем, сознание — это разум, если сознание — это рефлексия, то есть способность оценить мне себя, да? Тогда, можете на меня подать в суд, тогда 99% населения Земли не принадлежит человеческому роду. Вообще. Уже не говоря о том, что тогда не люди, дети. Потому что они этого делать не умеют. По крайней мере, несколько лет. Лет до пяти. У них нет этих свойств. А потом, если их специально как бы готовят, то вы потом можете у них это и образовываться. То есть, это очень сложный вопрос. Есть ли надежда на решение психофизической проблемы? К сожалению, нужно время на то, чтобы это объяснить. Но поскольку я интригую, то я задам вопрос, а вы можете потом ночью не спать. Значит, вот предположим, я решила согнуть палец. Вот я сейчас ничего не делаю, палец не сгибаю. Но решение я приняла. Значит, пока я ничего не сгибаю, это решение является идеальной сущностью. Это просто мысль. Она нигде. Просто мысль. А теперь я сгибаю. Вот я хочу знать, это что было такое. Я знаю, как надо отвечать. Только это неправильный ответ. Отвечать обычно, на это отвечать. Ну как, рефлексы головного мозга. Что, не знаете, Павлова? Павлова, терпеть не могу. Да, мозг подал сигнал, да, он пошел по нерву, и вот у меня палец согнулся. Ну что, я же не дурочка. Это я, разумеется, знаю. Я спрашиваю, что случилось в промежутке между моим думанием и тем, когда сигнал он дал. Вот там-то это как перескочило из области мысли в область физического действия. Совершенно безответная история. Мы не знаем, там пропасть. Англоязычная литература так и пишет. The gap. Все. Unbridgeable. Нету. Мы не знаем. Вот это идет отдельно, а вот это идет отдельно. А вот с ними-то как? Как это? Что здесь делать? Ладно. Я заканчиваю сейчас, потому что иначе у вас будет обморок. Мы, да, человечество сделало очень мощный рывок вот тогда, когда оно какому-то гению пришло в голову, что нужно что-то придумать для того, чтобы знания, которые мы накопили за жизнь, не погибли вместе с нами. Потому что они хранятся в материальном субстрате, в мозгу. Помер. Большой привет. Да. Туда все и ушло. Значит, додумались до того, что называется внешняя память. Не в компьютерном смысле. Это я для веселья как бы внешнюю память здесь поместила. А external memory пишут в англоязычной литературе. То есть все виды фиксирования знаний не в мозгу. Клинопись, там какие-нибудь веревочки завязывать на память, там скульптурки. Ну, короче говоря, вовне. Это мощнейший ход. На этом именно развивается наша цивилизация вся. Поэтому гибель любой библиотеки, видеотеки, базы данных – это катастрофические события. Абсолютно катастрофические. Ну, а мы сейчас куда пришли? Мы же пришли вот сюда вот. И мы начинаем зависеть от этого очень сильно. Мы таки приехали. Мы не очень знаем, в каком мы мире находимся. Это не при этой публике, разумеется, говорить. Но все-таки хранилища внешней информации становятся очень дорогими. Для того, чтобы к ним в широком смысле, для того, чтобы к ним подойти, нужно получать образование. Это, знаете, это как вот электрический ток там течет где-то. Вилку нужно ткнуть туда. Вилку ткнуть – это получить образование, которое тебе расскажет, как быть с этим багажом, который человечество накопило. К ней выйти же надо туда. Нужно же уметь это сделать. Расслоение образования идет, оно становится все дороже и дороже, дороже. Я вижу существенную опасность, но это предмет другой беседы. Но, тем не менее, существенная опасность мощного расслоения. Будет элитарное, очень дорогое образование. И вот все остальные. Мы почти не видим середины. Я вижу большую опасность в этом. Социальную опасность. Потому что что будут делать эти две страты? А? Но оно растет. И мощнее. Конечно было, я понимаю, разумеется. Я вообще не демократка, я замечу. Но, тем не менее. Интернет-технологии – опасная вещь, потому что там много хлама, но не при вас говорить. Это понятно, значит, нужно объяснять людям, что мы делаем. Вот на эти сайты. Если вы хотите получить информацию по такой-то тематике, вот сайты, на которые вы должны войти. А вот сайт Википедии, на который вы не пойдете. Я пойду в Википедию, если я забыла, как соус приготовить. И то это, если я уж большая лентяйка. Потому что это… нет надежды на информацию. Дальше. А если будут эти электронные мозги, то как у них будет такая вещь, как смерть, боль? Вот мы говорим, мы как бы все переведем на силикон. Да? Помер дедушка и все. А как там вот это вот, если левая пятка чешется? Или смерть, которая играет огромную роль в нашей цивилизации. Если смерть исчезает, то вообще все. Но это предмет других разговоров. Поколение Гугл уже есть. Оно… это термин. Так называемый плоский мозг. Об этом я недавно участвовала в дискуссии международной. Страшная вещь. Вот книжка известная, очень это бестселлер, бестселлер, Николас Карр выпустил недавно. И вы видите, что он пишет раньше, сам про себя. Раньше я был искусный ныряющий, он пишет. Я, ну, в океан знаний как бы. Я нырял глубоко, долго и медленно там плавал и наблюдал за разными объектами. Теперь я серфингист. Я с огромной скоростью ношусь, и мне даже в голову не приходит туда нырнуть. Я вот это вот тонкий-тонкий-тонкий слой снимаю. Это серьезная история. Об этом сейчас пишут все больше и больше. Это реальные данные о том, что пристрастие к интернету, которое у молодежи мы сейчас наблюдаем, что оно делает с мозгами. Это настоящая зависимость. Если анализировать эти картинки, видите, вот аномалии белого вещества, а в определенных местах это addictions. Addictions это тоже, что наркотики и алкоголь. Это относится к медицине. Это называется illness. Это illness. Это не разговоры в светском гостиной. Это разговоры с врачом. Интернет дает нарушение памяти, и это измеряется. Вот так выглядят научные-то картинки, выглядят так. Вот если бы было время обчитаться в них, то мы знаем, что происходит в мозгу у этих людей. И millennials, так называемые, то есть люди, которые родились в этом тысячелетии, у них память гораздо хуже, чем у их бабушек и дедушек, потому что не с чем запоминать. Что запоминать-то? Когда пальцем ткнул, окей, гугл, и он тебе все, что хочешь, выдал. То есть они ничего не помнят. У них нет long-term memories, то есть долгосрочной памяти. Очень маленький кусочек он помнит. Не за чем помнить. У них настоящие нарушения идут. Это по линии патологии, как следует. Кроме того, они постоянно скачут с места на место. Они не могут удержать у них нарушение внимания. Они не могут удержать внимания ни на какой цели. Он все время, поскольку это еще гипертексты, да, ткнул в это слово, оно тебя потащило, там еще ткнул, оно тебя потащило. То есть нет линейного чтения и нет способности удерживать информацию и свою концентрацию внимания на чем бы то ни было. Это ведет к медицинским нарушениям. Я сама в компьютере провожу бесконечное количество времени. Да не сочтите меня за ретрограда. Я просто говорю об опасностях, которые на самом деле есть. Но я почти закончила. В 16 век, когда книгопечатнее только возникло, сразу стали говорить, все, нам крышка. Потому что, да, ничего хорошего не будет. Во-первых, сакральные знания должны быть у посвященных, а остальным нечего и знать. И во-вторых, что книгопечатание, они-то так не говорили, но мы-то сейчас бы сказали, это влияет на мозг, интернет влияет на мозг. Вот я сама себя сейчас как бы остановлю немножко. На мозг влияет все. Вот вы сейчас выпили сок, и это повлияло на мозг. Я вот на эту штуку посмотрела, оно уже повлияло на мозг. На мозг влияет вообще все, что происходит. Температура воздуха, все, что вы увидели, все, что вы услышали, все, что вы съели. Заваривали чай, все. Все влияет. Поэтому бесноваться по поводу того, что наступающие цивилизации все порушат, как бы не стоит. Но иметь в виду, что это не нейтрально, как и все. Это да, мозг не помойка. Это не урна. Мы не можем туда закидывать все, что попадет. Поэтому нельзя... Извините за наседательный тон. Вы же не ходите есть, что попало, правильно? А чего вы не ходите-то? Ходили бы. Правильно? Мы же идем к хорошему шеф-повару или покупаем хорошие продукты, готовим дома, идем в хороший ресторан. Мы же не идем покупать шаверму на улице, которую неизвестно из какого друга сделал этот самый автор. С мозгом еще хуже. Потому что если вы что-то не то съели, то есть способы как бы с этим справиться. А с мозгом что будете делать? Вот туда что попало, то пропало. Там все лежит. Оно потом вылезет. Оно не решито, мозг. Оттуда не высыпается. Ничего. Вы можете сказать, да, я забыл. На время. На время. Я не беру ситуации Альцгеймера или болезни. Болезни — это другая история. Мы сегодня про них не говорим. Но в ситуации не болезни мозг помнит все. В том числе то, о чем вы не подозреваете, что вытаскивают из вас эти самые гипнотизеры там всякие. Упаси Господь, фрейдисты эти аналитики, эти придурки. Они вытаскивают вообще, как вы родились там, бог знает что. Мы помним массу разных вещей. Об этом огромная литература в мире есть. Это не болтовня. Поэтому нельзя слушать плохую музыку, не нужно общаться с плохими людьми, не нужно читать плохие книги и так далее. Не нужно нюхать плохие духи, пить плохое вино и все так далее. Себя-то пожалеть надо. Но это последний мой слайд. Я хочу сказать, что все, что я так ругаю и опасаюсь, это да, присутствует, но никто никогда науку не остановил. Ее остановить нельзя. Нет способов. Мы можем запретить все, что угодно. Всегда найдется миллиардер, который купит остров посреди океана, наймет лучших ученых, которые ради интереса туда поедут. И они вам планируют, кого хотите. Можете не сомневаться. И из эмбрионов создадут путем генетических модификаций. И они фантастический фильм рассказывают. Я просто говорю, что это на самом деле возможно. Создадут вам каких хочешь людей. Будут барышни. Один глаз будет лазоревый, а другой будет как раз коричневатый такой. И ноги будут от ушей. У нее будет IQ 286. И вот такая талия. И она будет бесстрашна. И она будет петь ангельским голосом. Ну и так далее. Это возможно. Это возможно. Запретить это нельзя. Любые ООН, ЮНЕСКО, или кто хочет, они могут заседать сколько угодно. Это не поможет. Поэтому спасение наше только в нас самих. У нас должно быть внутреннее чувство, как Эммануэл Кант писал. На звездное небо над головой смотреть и ориентироваться на внутренний закон внутри нас. Мы только сами себе можем запретить это делать. Нет внешней силы, которая может это остановить. Если мы самоубийцы, а похуже, ну что, ничего не поделаешь. Решил выбрасываться из окна? Выбрасывайся поскорей. Так что лучший философ Земли, на мой взгляд, Эммануэл Кант, который самые главные вещи говорил. Если бы у меня одну фразу все-таки скажу из него же. Знаете, он такую штуку сказал? Он сказал, мы не черпаем свои законы из природы, а предписываем их ей. Милости вы Божьей. Знаете, что это значит? Это значит, что не в природе такие законы, а у нас мозг так работает, который такие законы вынимает. Это мы так сделали. Понимаете, насколько мы зависим от этого? Почему важно знать, как наш мозг работает? Знать, например, что он может работать и так, и так, и так. И вносить поправку. Я студентов, когда хочу попугать, я им говорю, какие у меня есть основания считать, что вы здесь все есть. Может, у меня галлюцинации. Они говорят, потому что мы это все видим. Но это же анекдот. Вы, видящие это, являетесь частью моей галлюцинации. Они говорят, мы сейчас подойдем, вас щепнем. Я говорю, на здоровье. Это все внутри моей галлюцинации. То есть, как можно доказать, что то, что я вижу, не является галлюцинацией? Отвечаю, никак. Если мы будем мозг у человека с галлюцинациями фиксировать, то нам томограф покажет, что он действительно слышит голоса, которых нет. Почему? Потому что у него неправильно работает нейронная сеть. Она крутит то, что в ухо не пришло. Она сама создает. Я в дурдоме лучшие годы жизни привела, по-моему, по молодости. Белгорячники были моей особой любовью. Значит, вот они мне рассказывали много интересного. По столу, говорят, ходят восемь чертей. Какая вот интересная вещь. Я, к сожалению, не вижу. Вы мне можете их описать? Я говорю, да, можем. Я говорю, ну какой они рост-то? Вот такие, говорят. Я говорю, а цветы? Ой, такие грязные, отвратительные, липкие, ужасные. Я говорю, пахнет-то серой, черти-то, откуда прибыли? Серой, непереносимая, гадость. Говорят, говорят. А что говорят? Говорят, чтобы вот окно, чтобы я несчастье для человека, чтобы я быстрее выпрыгивал. Если у этого человека мы зафиксируем то, что у него в мозгу, мозг нам покажет, что он слышит, видит, обоняет. Я говорю, а на ощупь? Ой, такие липкие, братья. И осязает. Ну что? Я не предлагаю так по этой дороге долго ходить, потому что можно тронуться. Но все же, понимаете, поэтому, да, мы находимся в зависимости от этого, поэтому нечего пить, всякую дрянь, она вливается прямо в мозг. Она вливается в мозг, а куда? В кровь, кровоток идет в мозг, который порождает всю эту муру. Ну, в общем, довольно страшно. Поэтому Кант, конечно, прав. Он говорит, у нас математика такая, потому что у нас такой мозг. Он не говорил слово мозг. Тогда этого не было. Ну, потому что мы такие. Это значит, если прилетает из Альфа Центавра математик, то у него такая математика или нет? Вот я же мучаю. Я же говорю, математиков мучаю. Вот Людвиг Фадеев, ну, знаменитый математик, я недавно к нему очередной раз, он к тому же и музыкант, очередной раз пристала, и он говорит, нет, математика это человеческое, человеческое. То есть у таких, у кого такие мозги, такая математика. А не во вселенной такая математика болтается. То есть, а как с объективностью тогда я начинаю? Ну, в общем, короче говоря, я предлагаю всем это немедленно забыть. Да, и жить своей жизнью, выпивать, закусывать, ходить слушать хорошие концерты и наслаждаться природой. Спасибо. Готова к вопросам? Я иду к вам, Татьяна Владимировна. Да. Я, во-первых, предлагаю вам все-таки присесть, потому что стоять так долго, как тяжело. Ну, а дело наживное, да. Ничего. Ну, то есть, если вам лучше, чтобы я сидела, я могу сидеть. А так я привыкну. Я просто не смогу сидеть, если вы стоите. А, поняла. Это шантаж называется. Ну, в какой-то степени. Ну, что я говорил, дамы и господа. Я думаю, что я всем дам... Вот оно либо идет, либо не идет. Вот. А так беда. Давайте тогда... Спасибо еще раз. Давайте я на правах идущу. Во-первых, тем более, потому что я возрубил микрофон. Скажу, что по-прежнему, если будут какие-то вопросы по какой-то системе Ватсон, с удовольствием отвечу. Может быть, Татьяна Владимировна чем-то заинтересуется, тоже с удовольствием расскажем. Вопросы у меня более приземленные. То есть, они, может быть, не научные, но, тем не менее, я думаю, что они будут интересны для тех, кто находится в этой аудитории. Здесь собрались люди из бизнеса. Здесь руководители в основном, которым каждый день приходится принимать решения. Решение, да, достаточно важное. А в связи с этим вопросом, что такое интуиция? И стоит ли на нее полагаться? Или как вообще происходит процесс принятия решения человеку? Да, я понимаю. Но, опять-таки, можно залезть, условно говоря, в Википедию, и там все определения интуиции найти. Но вы же неправильно меня спрашиваете? Это на тему какого-то внутреннего нюха такого. Научным способом изучать почти нельзя. Я имею в виду нейрофизиологическим способом. Как поймать? Как эту штуку взять? Но те из гуманитариев, которые этим занимаются, они говорят, это какой-то другой неясный нам способ получения информации из мира. Хотя, понимаешь, звучит это дешево вообще. Мне само не нравится то, что я говорю. Но ничего больше сказать. Получение информации из мира каким-то другим способом. Но я не имею в виду через кожу то, что идет через ухо. Я имею в виду, что вот оно приходит, и дальше мозг что-то делает, 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 и тебе говорит. Вот это вот ты сделал. Причем он говорит не словами. Вот я уже много раз говорила, и сейчас еще раз. Если мне какой-то внутренний голос, не в психиатрическом смысле, а потому, говорит, ты вечером-то не ходи в эти гости. Почему-то я не хочу идти. Ну, я не знаю почему. Ну, нет, никакой причины. Свободно. Там будут хорошо известные мне люди. Интересно. Все. Что-то мне говорят. Это вот вообще сиди дома. То есть я как дура пойду, то я непременно нарвусь. Я ввалюсь в какую-нибудь интригу, в которую бы я никогда не ввалилась, если бы я туда не пошла. То есть я просто окажусь в том месте. Вот о чем речь? Есть эти внутренние. У тех, у кого есть. Потому что есть неинтуитивные люди, которые вот такие вещи не чувствуют. Или, может, они чувствуют, но как бы не привыкли чувствовать. Не знают, что надо прислушиваться. Но те, которые знают, я этому доверяю больше, чем рассудку. Сама у себя. Хотя я считать умею, выводы делать умею, но это сильнее. Если чувство говорит, делай так, делать так. Даже если это противоречит рациональным вещам. Вот мой друг, я говорила, директор института мозга, ему сейчас нужно заместителя себе нового взять. И он говорил о людях, которых я знаю. Он говорит, ну, там, даму одну называют. Он говорит, всем она и умная, и врач, и хорошая. Там вообще все такое. Нюха нет совершенно. Я говорю, а что значит нюха совершенно нет? Когда ко мне приходят люди наниматься, я на него смотрю и говорю себе, вот этого я не возьму. Хотя у него там курикул, он бог знает какой вообще. Ну, просто красота. Не хочу я его брать, не нравится мне. Вот не нравится, нечего брать. Она не чувствует людей, например. А будучи заместителем его, она должна этих людей чувствовать. А она хорошая, но механизм. Вот все правильно делает, но в итоге делает ошибку. Интуиция очень важная вещь. Бехтериус, с которой я имела удовольствие общаться последние годы ее жизни, мы тет-а-тет общались довольно много. Меня она очень удивляла. Потому что она рисковала своей научной репутацией. Но поскольку, извините, что я все время к вам спиной. Да, она своей научной репутацией рисковала и дорисковалась. Потому что начали появляться люди, которые стали говорить, ну, у старушки крыша поехала там. Потому что она стала интересоваться парапсихологическими явлениями. Вот каким-то сон вещей приснился, вот чувствую что-то не то. Вот ровно то, про что бы говорить, только еще шире. Но она, поскольку ей было глубоко плевать на то, что про нее говорят, во-первых. А во-вторых, у нее точно крыша не поехала. Дай бог каждому иметь слабое подобие того, как у нее мозги работали. И она была очень смелая. Она не боялась. Она взялась изучать вот такие очень необычные вещи. Там телепатию и так далее. Потому что она говорила, я ученый, эти факты есть. Мы не знаем, что с ними делать. Это другой вопрос. Но они есть. Я хочу посмотреть, что это значит. В 80-е годы была комиссия по проблемам сознания, кстати, о птичках, при Президиуме Академии Наук. Ее создал не кто-нибудь, а Велихов, Евгений Павлович. И туда входили звезды разные. Я туда тоже входила по недоразумению. Потому что я не просто никакой звездой не была. Я вообще была молодая барышня, только диссертацию защитила. Просто случайно сказать. Я даже не знаю, как я туда попала. Но уж я зато нагляделась и наслушалась. Я пыталась все понять, зачем они создали эту комиссию. Когда мне, наконец, умный человек прямым текстом, будучи старше меня в три раза, сказал, что не понимаешь, что ли? Они хотят манипулировать сознанием. Они хотят знать, как действовать на сознание. Поэтому не боялись. И стали изучать телепатические вещи, факты, телекинеза. То есть, вот рассказывали мне, даже страшно говорить. Значит, комиссии эти были составлены из очень интересных, интересный набор. Там были физики, там были психологи, там были врачи и фокусники. Что говорит очень хорошо о человеке, который это придумывал. То есть, все было правильно, чтобы там ниточки, там зеркало какое-нибудь где-нибудь не висело. И сами видели, сидит тетка, ничем не примечательная и низкоинтеллектуальная. А перед ней ставят коробок спичек. Вот так вот. Вот она здесь сидит. Она своим сатанинским глазом смотрит на этот коробок. И он вот так вот отъезжает. Миллиметра примерно на три. Даже если бы он на микрон отъехал. Это полный отпад. Потому что он не должен отъехать ни при каких обстоятельствах. Здесь миллиметры или микроны или метры. Никакое отношение к делу не имеет. Как это вышло? Физиков это завалило еще больше. Потому что их изумило, почему он отъехал, а не упал. Потому что они говорят, то есть она эта ведьма. Она еще в нужную точку прикладывает свой глаз этот дьявольский. Значит, то есть не куда-нибудь сюда, а давай другом просто так взял, да отъехал. Но меня там не было. Я этого не видела, но нет оснований этим людям не верить. Я хочу сказать, что вещи сны есть. Есть люди, которые знают о событиях, произошедших на другом конце земли. И это было тогда, когда не было никаких телефонов или мобильников или еще что-нибудь. Как это было? Как это может быть? Мне моя бабушка, между прочим, родная бабушка рассказывала. Мой отец, будущий отец, потому что я после войны родилась, он, значит, был после школьного балла отправился на фронт, поскольку война началась. И через какое-то время был страшно ранен. Да, но история такая, но он выжил, как видите, поскольку я родилась. Но информации же никакой нету. И она не мипотворица была. Она, во-первых, умнее била меня четыре тысячи раз. И вообще не врала никогда. И она говорит, что она в панике проснулась ночью, металась в Ленинграде, металась по квартире и не понимала, что происходит совершенно. Она не истеричка, это вообще не в ней. И она вот чувствовала, что ну что-то, ну вообще жуть просто. Потом прошло три месяца, оказалось, что это было именно то время, когда его ранила. Я хочу, чтобы мне кто-нибудь объяснил, что это такое. Этому же нет объяснений. Таких эпизодов в мире немало. Значит, мы не знаем. Может быть, узнаем. Но это не значит, что мы должны делать вид, как бы, что этого нету. То есть вот эти вот вещи, связанные с вроде бы нематериальными такими вот какими-то событиями, ну, можно как просто отвернуться. Но это, мне кажется, нечестно. А что с ними делать, мы не знаем. Нет. Бегатерёк, кстати, изучала этого самого Кашпировского. Помните, это был кошмар там? Кашпировского? А был ещё этот придурок, как его звали, который... Кашпировского. Который за... Говорю, поставьте крем для лица у этого самого, у телевизора. Я его завяжу, и вы будете к России всех на свете. Ну, жуткое дело. Да, так она этих-то, она, разумеется, с ними ничего не делала. А Кашпировского она пыталась изучать. Ничего не получалось. Она не поддаётся. Непонятно, что с ним. Может быть, дело не в самом Кашпировском, а в вере тех, кто смотрит... Это тоже. Это тоже. И это тоже, конечно. То есть на одних действует, на других. Я не могу себе представить, чтобы на меня подействовал Кашпировский. Но сколько там было истеричных тёток, которые замертво падали там в обморок от чувств. Да, но вот одни падали, другие не падали. Нет, конечно, здесь есть это тоже, но я боюсь, что есть ещё что-то, чего мы не знаем. Вот как раз к тому, чего мы не знаем. Принято считать, что в стрессовых ситуациях, а опять же, люди, которые здесь сегодня присутствуют, часто бывают в стрессовых ситуациях, связанные с работой и так далее. В стрессовых ситуациях наш организм реагирует совершенно иначе, нежели в спокойной обстановке. Да. И почему я говорю организм? Потому что, ну, и мозг, естественно, само собой. Ну, как мы знаем, как уже сегодня мы слышали, что мозг управляет всем, организмом в том числе. Я просто помню вот из детской ситуации, что когда я пошёл гулять как-то в лес, был пригорок, и перед пригорком было болото. Я когда зашёл на пригорок, я видел, что на меня несётся стадо коров, где одну, видимо, укусил там овод какой-то, ещё что-то. И вот они все взбесились и побежали на меня. Я, естественно, побежал от них. Так вот, то болото, которое я преодолевал несколько минут, прыгая с кочки на кочку, и оно было достаточно большое. В общем, я себя нашёл уже на другом конце болота потом. Я замочил только одну ногу. Вторая была абсолютно сухая, единственное, что я туфель потерял. То есть я бы никогда в жизни это болото не перепрыгнул в два прыжка, если бы не оказался в этой ситуации. Вот насколько это действительно серьёзно, то есть действительно наш мозг в стрессовых ситуациях совершенно подруга. То есть используют какие-то дополнительные ресурсы, которые есть. Да, это так. Это так, но мы про это очень... Наши знания находятся на уровне фиксации фактов максимум. В том смысле, что таких фактов много. Известно, как, я не знаю, там, ребёнок оказывается под машиной, например. И мать представить себе невозможно. Она поднимает машину и вынимает оттуда ребёнка. Это вообще. Ну просто... Или там вагонь идёт, и не болит у неё ничего. И она идёт, и всё делает, только потом до неё доходит. Что произошло? А стресс полезен? Да, стресс полезен. Это вообще отдельная, очень интересная тема. Стресс полезен в дозах определённых. Я имею в виду, если слишком большой стресс, это может завалить весь организм. Как бы систему разрушить. Болеть. А небольшие дозы стресса полезны. Я думаю, все здесь сидящие это знают. Вот я, например, я поскольку лентяйка, то я никогда ничего заранее не делаю. Просто ненавижу. И почему? Мне даже само интересно. Вот я думаю, у меня, скажем, дедлайн через 4 дня, или там через неделю. Значит, я жду, 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 жду. И накануне вечером я сажусь и всё делаю. Ругаюсь, как извозчик. Вообще проклинаю день, когда я родилась. Не сплю ночью, потом думаю. Хорошо. Если я потратила на это 6 часов, почему мне было без всякого стресса не потратить эти 6 часов неделю назад? Нет. Оно не включалось. Мне для того, чтобы у меня что-нибудь сработало, мне нужно дубиной, как бы, понимаете? То есть ситуацию абсолютно безвыходность. Тогда я прихожу в чувство. Да, это так. Это серьёзное дело. А вот у меня сейчас грант идёт, который я придумала. Я его очень довольна собой. Да, на тему о том, что происходит у синхронных переводчиков во время этого перевода. Это одна из самых стрессорных работ вообще. Она просто на грани выхода в космос находится. Я видела картинки томографии мозга функциональных у переводчиков во время перевода. Я вообще не понимаю, почему они живы. Там просто огнём горит всё. Но самое интересное в этом другое. И опять-таки у меня есть несколько развлечений. Это одно из них. Я когда натыкаюсь на этих переводчиков, я их спрашиваю. Мне самой-то не нужно, но я подхожу и спрашиваю. Скажите, вы про что переводили? Понятия не имею. Они в самонамбулическом состоянии находятся. У них сознание не участвует в этом. При этом они переводят, к примеру, судебный процесс. Это не светская беседа барышень на тему, какую юбку купить. Это судебный процесс. То есть высокая степень ответственности и высокий уровень перевода. И оно идёт само. Это массово отвечают практически все. Ой, не знаю, надо подумать, о чём это правда было. Это интересная вещь. Это высокого класса переводчики. И вот мы сейчас как раз этот грант на тему измерения того, что происходит в организме. То есть энцефалограммы мы будем снимать. Есть приборы, которые фиксируют движение глаз. Это очень айтрекер, так называемый. Частота сердечного ритма. Ну, разные показатели, стрессовые как раз. Ну, может быть, со временем технологии могут заменить синхронных переводчиков. Скоро системы сейчас уже умеют понимать человеческий голос. Вот это, кстати, может быть, я допускаю. Может быть, мы сохраним много жизни таким образом, хотя бы. Синхронных переводчиков. Да, да. Но вот я как-то была, это в Париже было. Меня пригласили на семинар в школе, которая готовит... В школе, в смысле, высшая, естественно. Которая готовит синхронистов для Европейского парламента. То есть там уже люди, которые язык, естественно, знают. Они их языку не учат. Они учат техники этой всей. Вот. Это очень интересно. Не знаю, зачем мне меня туда позвали, но мне было интересно посмотреть, что они там делают. И я задавала, как мне свойственно, всякие пакостные вопросы. Ну, например, если вы переводите дурака и пошляка. Дурак и пошляк. Рассказывает безвкусные, безобразные анекдоты. Идиотски шутит. И вообще плетет всякую муру. Что должен делать переводчик? Он должен его улучшать? Или он должен... Да, и ответ был... Вы правильно, глава Кида... Да. Ответ был такой. Переводчик прозрачен. Поэтому один из тестов, который... То есть он не тест в прямом смысле, но одно из свойств, которые должны пройти те, кого они отбирают на эти курсы, так сказать. Потому что у них есть там примерочное время. Они пару недель, они за ними наблюдают. И потом говорят, вас, 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 уберем, остальные свободны. При том, что язык-то все знают. Это не про язык. И оказывается, он должен не быть звездой. Ни в коем случае. Он должен быть прозрачен. И они мне тогда скромность украшают девушку. Они мне сказали, вы не продойдете. Нет, в смысле, я сразу говорю, давайте я это сделаю. Я-то лучше сделаю. Чего вы там... Вот, вот этого не надо. Он должен... Его нету. В этом смысле эти устройства, вероятно, подойдут. В ситуации, когда нет какой-нибудь тонкой политической игры. Я думаю, что эти штуки не будут действовать для дипломатов. Для глав государства. То есть, для кого очень такую особую роль играет. То есть, это не формальный перевод, а это вот эти тонкие штучки. Это, конечно, компьютер, никакой Ватсон этого сделать не сможет. Это нужны контексты совершенно другие, которые не вложить просто в компьютер. Это абсолютно тонкая материя. Я полностью согласен с этим. Если говорить про Ватсон, то, пожалуй, единственным примером в данном пока случае может быть то, что он понимает нюансы человеческой речи. Какие нюансы? Ну, например, во-первых, он понимает вопрос, ему говорят, или это просто предложение утверждения. Это очень важный момент. Если это вопрос, то, соответственно, он должен разложить это предложение на части речи, чтобы понимать, что главное. И о чем ответы? Не только на части речи. Это очень трудно. Вот это то, про что я только начала говорить. Это очень сложная процедура. Потому что там одновременно действует много слоев правил. Есть слои, которые отвечают за фонологию, то есть за звуки. Понимаете? Пел-пил. Это микро-микро на спектре. Вот если мы будем спектр акустический смотреть, это микроизменение. Но оно глобальное изменение, потому что слово меняет смысл. То есть там есть такие-то звуки, не могут идти после таких-то. В этом языке этот звук произносится так. А если он будет так произнесен, то это акцент. И тогда я уже знаю, что вы не здешний. А этот язык выучен там и так далее. То есть там есть звуковые законы, есть законы морфологии, то есть как слово построено. Возможен ли такой-то суффикс у существительного или у глагола. Это не для школьников работа. Это очень сложные лингвистические законы. Детей не учат таким вещам. Это в университетах на элитных отделениях такое проходит. Уж я не говорю про смыслы. Смыслы это вообще. Есть такая область науки, которая носит название формальная семантика. Это вообще страшная математика. Это страшная вещь. Это там не то, что написано кошка, это животное, там такое-то. Нет. Это концепты разные, как они друг с другом связаны, в каких отношениях, в каких стратах языковых, что кто знает, какой слой, как говорит, есть речевые жанры. Этот человек говорит как проповедник, он говорит как профессор, он говорит как продавец пива на улице. То есть там много очень лежит всего. Это одна из самых сложных систем языковая. Ну да, кстати говоря, пример, который мне вспомнился, если мы говорим о смыслах вообще, пример, который мы любим проводить. Когда посадили знатоков и спросили, помните, мы с вами, по-моему, обсуждали даже, спросили, а сколько раз в книжке, в книгах сэра Артура Конандуэля используется выражение «элементар новации». И проверяли как раз ответы знатоков и ответы когнитивных систем. И как бы сделал обычный компьютер, он бы тупо просто пробежался по всему тексту и посчитал, сколько раз встречается вот это вот выражение. Знатоки, естественно, подняли этот вопрос, потому что они прекрасно понимали, что здесь есть какой-то подвох. На самом деле ни разу не встречается выражение «элементарный Батсон» в книжках про Шерлока Холмса. То же самое сделал Батсон. То есть это уже некий следующий уровень понимания. То есть это уже не просто в лоб по алгоритму и так далее до конца. Вот выключи можно влезу? Вы ключевое слово сказали «понимание». У меня, я не знаю, вы знаете, есть такой сэр Роджер Пенроуз. Физик, очень крупный британский физик. И есть книжки на русский язык его переведенные. Вот вы про сознание спрашивали. О, читайте его. Он вообще говорит, что это квантовые скачки. Сознание — это квантовые... В общем, это очень интересно, он гениальничек. И он, опять же, хвастаюсь, он приезжал ко мне на семинар выступать на улице Галерной в Петербурге, перед дворцом, где я имею счастье работать. Там улица стояла очередь. Это к вопросу о том, что нет интеллектуальных интересов у народа. То есть просто очередь стояла, которую мы не могли впустить. Вы знаете, я прошу прощения, что перебиваю. Когда мы с Андреем Филатовым вышли с вашей лекции на улицу, первое впечатление, которое мы поделились друг с другом практически одновременно, заключалось в том, что, оказывается, наверное, еще не все потеряно. Если люди мало валят на ваши лекции... Я даже не понимаю, что происходит. Я бы на их месте лежала на диване, с которым вам немку и ела бы трюки. Лежат на диване, видимо, те, кто не знает, что в это время, в этом городе проходит ваша лекция. Нет, но особенно вот вторая, вот это меня сбило с ног, потому что там не поместились люди, значит, на первую лекцию, и они попросили меня сразу вторую. Но сразу у меня никогда не бывает, потому что я повторяю, я не знала, что получится, и никогда не знаю. Вот, ну, пол-одиннадцатого вечера, милостивый Боже, там целый зал вообще с потолка висели люди, чтобы я с другого конца Москвы поехала чью-нибудь лекцию, что это, разве что должен был Еммануэл Кант реинкарнироваться, понимаете? Я не представляю, что должно было с собой случиться. Вы слышали, как с задних рядов люди кричали «Браво!» Нет, я не слышала ничего. Там теплый зал, поэтому и не видно, и не слышно. Давайте так, последний вопрос с моей стороны, и все, и мы... Но я все равно стараюсь как-то ваши интересы учитывать, потому что это вопрос, имеющий отношение к нашей жизни. Принято считать, что люди наиболее способны и наиболее перспективны в период своей молодости. С точки зрения работы мозга. Вот мне в свое время говорили, что до 25 лет сделаны все великие открытия в этом мире. С другой стороны, есть дилемма такая. В наших компаниях люди часто работают по много-много лет на одной позиции. И принято считать, что они прекрасно делают свою работу. Зачем их куда-то перемещать? Зачем их куда-то повышать? Что происходит с мозгом человека в это время, когда он много-много лет делает одну и ту же работу? У него заканчивается вот этот вот период наиболее продуктивной работы мозга, может быть? Или он не заканчивается? Я... Имеет ли смысл часто перемещать людей? Да, имеет. Имеет. Вот давайте я это с другого конца. Значит, есть одна вещь, которую мозг точно не умеет делать. Он не умеет не учиться. Он просто так создан. Вот этого он не может не делать. Просто он, это тот, кто учится. Все время. Поэтому, если вы его помещаете в ситуацию, когда уже все известно, ему это все осточертило до последней степени, вот там он и завянет. Я имею в виду, что у него должны просто, ну, в медицинском смысле, когда идут нарушения типа Альцгеймера, знаете, Паркинсон, это носит название нейродегенеративные заболевания. Это значит, что погибает мозговая ткань. Она погибает не метафорически, а реально. Она просто гибнет, ткань. И вместе с ней, вот с этим куском, гибнет все, что он помнил. Эта ситуация, патология, мы ее сейчас больше не обсуждаем. Мы говорим о здоровом мозге. Он, ему надо иметь с чем работать. Вот если вы ляжете на диван, вот то, что я интервью давала, если вы ляжете на диван и будете на этом диване полгода лежать, то вы не сможете встать. Потому что у вас атрофируется вообще все на свете. Так с мозгом еще хуже. Он должен заниматься работой всегда. Причем работой, которая ему трудна. Это трудность индивидуально у каждого. У старушки, решающей кроссфорд или читающей журнал Лиза, она своя. Если вы и начнете читать журнал Лиза, то я вас поздравляю. Нет, это должна быть трудная работа. Я вот приводила пример. У меня есть коллега один, ну и там приятель отчасти, американский профессор. И у него, значит, бабушка его достала. Эта бабушка, он к тому же специалист по памяти. Так что она его достала по делу. Да, и я у него там в гостях была, и мы вместе уезжали в университет. И она ему говорит, что-то, ну, в английский, естественно, что-то в ночи как бы у меня память стала ухудшаться. Старушка, ей там, скажем, 86. Что-то стала память ухудшаться. Как-то это мне не нравится. Вероятно, она им это сообщает каждый день. Вот он ей сказал, как-то так озверел. И говорит, память стала ухудшаться. Ты когда греческий, да, древнегреческий? Когда учил? Он говорит, это в гимназии, гимназии. Когда это было? Да вот лет 80 назад. Он говорит, у меня как раз тут учебники есть. И задачники. Вот, говорит, тебе, пожалуйста, грамматика древнегреческого языка. Пожалуйста, упражнение номер 13, 24 и 38 к вечеру. Что было готово? Проверю. Старушка стала заниматься древнегреческим. И как минимум остановила падение памяти. Это мой косвенный ответ вам. Еще несколько лет назад было... Все ведь говорили, что... Младенческий мозг почему хорош? Потому что у него есть свой... Детский вообще. Потому что у него есть свойство, которое называется пластичность. Пластичность — это способность образовывать новые нейронные связи. Что такое выучить? Выучить — это... Как я вам говорю, эта штука называется пульт. Пульт. Значит, ее портрет, этой штуки, вы поместили сюда, где лежат фотографии всего на свете. Слово пульт вы поместили сюда, где лежат слова. Значит, когда я завтра приду и скажу, это что? Вы должны вынуть это отсюда по дорожке физической, физико-химической, пройти, пройти, пройти и вынуть слово пульт отсюда. Пластичность мозга — это способность образовывать эти связи. Некоторым везет. И у них народная тропа не зарастает с первого раза. Я имею в виду... Ну, есть же люди, которые один раз увидели и все. Ну, счастливцы. Когда мы учили иностранные языки, помните эту историю? Когда там закрываешь полстраницы, да? А потом теперь и это закрываешь. То есть много раз надо ходить, чтобы тропинка. У младенцев и у совсем молодых людей это происходит легко. Чем старше, тем хуже. Но раньше говорили, это вообще все заканчивается. Пластичность только у детей. А потом нету. Сейчас серьезные ученые говорят, пластичность не заканчивается никогда. Она, разумеется, ухудшается. По определению, как все у нас ухудшается. Но она не погибает. Она не погибает тем лучше, чем больше. Ты этим пользуешься, инструментом. Понимаете? Чтобы у вас не зажжавело это хреновина-то. Ей надо пользоваться. Любая причина. Вопрос от третьего столика. Любая. Я поняла нам это. Третий столик, микрофон, пожалуйста. Сейчас вам принесу. Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Очень приятного удовольствия послушать вас. Большое спасибо. Вопрос такой. В контексте того, темы, о которой вы говорили, относительно того, что мозг людей, которые занимаются искусством, математикой и так далее, у них другой. Для нас в компаниях очень часто возникает вопрос. Создавать искусство – это же создание, творить чего-то. Зачастую нам необходимо придумывать новые идеи, инновации. Я поэтому вам и рассказывала. Я не про музыку рассказывала, на самом деле. Да, возможно ли, ну, то есть, получается, что люди, которые могут создавать инновации, у них просто другой мозг. Ну, как я вот, да, сейчас вас услышала, возможно, я неправильно, да, понимаю. Когда мы создаем инновационные культуры внутри компании, мы должны думать о том, чтобы создать систему, чтобы у людей мозг менялся, или мы должны находить тех людей, у которых просто по-другому мозг сделан? Был. И то, и то. Да, нужно искать людей, у которых есть эта вот искра горит, потому что таким можно родиться. Повезло, если родился. Но это не значит, что на этом точка. Вот опять-таки я, извините, что все время ссылаюсь на свой самый профессорский опыт. Я даже студентов показываю. Показываю фотографию рояля Стейн-Вей. И говорю, может повезти, и от бабушки с дедушкой достанется рояль Стейн-Вей. Причем в очень хорошем состоянии. Прекрасный просто. Звучит как ничто. К сожалению, этого недостаточно. На нем нужно учиться играть. Вот в чем беда. Наследство есть. У вас хорошие гены. Понимаете, против лома нет приема. Если гены плохие, то завал. Но если хорошие, то это не все. Даже когда мы говорим про гения. Гений. Он родился гением, но после этого идет страшная работа. Другой вопрос, что для него эта работа, это его естественная жизнь. Он иначе не может жить. Поэтому это для него не наказание. Но опять-таки, как я сегодня кому-то давала интервью, Моцарта к стулу привязывали, чтобы играл. Он Моцарт. Он абсолютный гений. Несравнимый ни с чем. То есть, есть это. Здесь смесь. И она такая вот. Она прихотливая. Конечно, надо искать этих людей, разумеется. И это люди. Почему важно, чтобы люди ходили в музеи, слушали музыку, ходили в театры? Потому что это, вот это все и устраивает. Давайте я вам расскажу случай, который со мной был на днях. Это имеет отношение к тому, что вы говорите. Я пошла в Мариинский театр, в Петербург. Я же петербургский житель. Пошла в Мариинский театр. И ждала минут 4 или, может быть, 5. Ждала там человека, который у меня был билет лишний. И я ждала его у входа. Вдруг ко мне подходит пара, ну, более-менее молодая пара. И говорит, ой, какое счастье. Мы так мечтали, думали, вот как раз друг другу говорили. Вот, может, встретить бы где-нибудь. Я думаю, ну, поскольку ко мне сумасшедшие кидают на каждом шагу. Ну, я там вежливо улыбаюсь, головой киваю. Но сама даже не слушаю. Вот. И мужчина из этой, значит, он говорит, я пианист. Можно я вас приглашу на концерт? Я буду выступать в капелле. Вот я говорю, ну, спасибо большое, если я смогу. Там приду, потом думаю, боже, сколько этих пианистов. Какой черт? Ну, ладно. Посмотрела, он прислал мне действительно билет, ну, что билеты оставлены. Я посмотрела на сайте, вижу. Написано там музыкальный олимп. В общем, музыкальный олимп. То есть фестиваль идет, в котором играют только лауреаты международных конкурсов. Значит, во-первых, сам факт, что на улицу подошел лауреат международных конкурсов. Ну, хорошо, все равно думаю, пойду, чего, почему не пойти в прекрасный зал, послушаю. Он, когда вышел, он стал играть. Он не просто хороший пианист, он просто, он гений. Он гений. Так вам... Это просто что-то немыслимое. Я смотрела, поскольку я училась музыке, ну, никакой я не музыкальности, подлые родители учили всему. И я знаю, что надо на руки смотреть. Вот я смотрела, вот я вам точно говорю, у него звук из пальцев шел. Он шел мне из рояля, он попадал в рояль. Вот у него я просто видела, вот клянусь, просто видела, что у него этот звук вытекает туда. Думаю, господи, что он делает? Это вообще так не может быть. Потом он говорит, то есть не потом, а перед этим, говорит, может, у вас будет время потом поговорить. Ну, когда я это послушала, думаю, конечно, мне надо с ним поговорить. Ну, кофе попили, он мне такие вещи рассказывал. Вот, например, он когда выходит на сцену, и, да, забегая вперед, хочу сказать, потом я по него посмотрела, он мне, разумеется, диски подарил. Он участвовал в 50 с лишним международных конкурсах, из них 40 первых премий. На улице встречаешь такое, 40 первых премий. Нет. В Питере лауреаты международных конкурсов, часть. В Питере Питере, если помните, да. Блестящая, кстати, вещь. Абсолютно. Да, да, шедевр. Ну, так, короче говоря, он интересные вещи стал говорить, а потом он мне даже написал кое-что, и, в общем, я на это мимо не обратила. Он говорит, что время для него представляет собой желе. Оно может сжиматься, может растягиваться. И иногда оно ему поддается. Например, он говорит, когда я играю с оркестром, иногда дирижер мне показывает, что я играю слишком быстро. Но я играю слишком медленно. В мое время внутреннее. Оно замедленно по отношению к оркестру. Вот, это не все. Он говорит, когда я выхожу на сцену и иду к роялю, у меня должно проиграться, должна проиграться вся эта пьеса, которую я буду играть, за 7 секунд. Меня вообще крышу снесло. Думаю, какие 7 секунд? Ну, концерт фертельяна, почему 7 секунд? Что такое? Я говорю, а бывает, что оно у вас не проигрывает? Он говорит, со всеми подробностями. Сжимается время, оно должно проиграться. Пока он идет. Представляете, вот отсюда, сюда, всего-то. Я говорю, не всегда проигрывать? Нет, говорит, не всегда. Если не проигрывать, тогда я неудачно играю. Ну, думаю, все, вообще надо уходить отсюда. Это просто что-то невероятное. Ну, я уже одно спросила, а у вас цвет есть у музыки? Потому что очень у многих музыкантов с анестезией они этот цвет видят в звуке. Он говорит, конечно, как может быть? Более того, еще страшнее, это мне другой дирижер рассказывал о петербургской филармонии, очень тоже известной. Он сказал, нота такая, а я думала, я все понимаю. Я даже занималась музыкальной акустикой, оказывается, напрасно занималась. Он говорит, нота, это же не точка, это диапазон, то есть ля бемоль, да, значит, она отсюда досюда. У него это раздвинуто. И он слышит, как в оркестре каждый музыкант, он не просто слышит каждого музыканта, он слышит, какую часть из этого диапазона он взял. То есть там нет вранья, что там ноту перепутал, так вопроса нет. Но можно здесь, а можно здесь. И он это слышит. Я говорю, что еще слышите? Он говорит, слышу все, что происходит в зале, каждого музыканта, каждую ноту. Я говорю, а как с цветом? Разумеется, все это с цвета. Ну, думаю, все. Они другие. Эти люди другие. Вот куда нам надо смотреть, понимаете? Поэтому, если мы хотя бы знаем вот то, что мы сегодня обсуждаем, это уже поменяет нашу работу в совсем других местах. Мы, я не про музыкантов, а я про нас всех. Что лучшие из нашего племени, они умеют такое. Мы вот на них как бы должны смотреть, как это у них выходит. У Татьяны Владимировны поезд 2340. Вы следите? Я не буду следить. Вы следите. А у всех еще горячее стоит. Поэтому давайте двигаться динамично. Мы постараемся, да, Татьяна Владимировна, чуть лаконичнее отвечать, чтобы... Хорошо, хорошо. Давайте, я у меня, у меня, я не знаю, как сказать, рука не поднимется или рот не откроется. Микрофон за первую стволику туда, можно? Огромное спасибо вам. У меня были планы на вечер, но я все отменил. Вот это правильно, так и надо, да. Спасибо вам, я шучу, конечно. Вопрос такой. Есть теория, наверное, такая, но я слышал несколько раз, много раз, что мозг — это приемник, который связан с информационным полем Земли. Можете прокомментировать, насколько я? Так, как ученый, я должна была бы ответить следующее, что все это мура. Я отвечу иначе, потому что, как вот я уже говорила, у науки есть свои законы, правила игры. Исходя из всего, что наука сейчас может, у нас нет никаких данных про это, кроме тех, которые мы уже обсуждали. Как моя бабушка узнала? Понимаете, никто всерьез ничего не может ответить на эту тему. Но я, если вы заметили, я начала с другой. Я не отвечаю, что это не так. Я отвечаю, что я не знаю. И мы все не знаем. Так это или нет. Может быть, оно так и есть. Понимаете, открыли же эти гравитационные волны. Может, пройдет там еще, я не знаю, два месяца, они что-нибудь откроют. Какой-то ход есть, который мы не знаем. Это может быть теоретически. Сейчас у нас нет об этом данных. Может быть и так. Я бы как бы предпочла, чтобы так было. Потому что я иногда думаю... Вот вы меня велели коротко отвечать. Я простил. Когда на тот свет попадешь, да? Мне интересно, там как сели? Там по мере пребывания туда, там, вот кто с... Или по соседству, да? Или рядом с родственниками. А может, я не хочу этих родственников видеть, они мне здесь, вот тут вот. Я их еще в личность должна наблюдать. Или в клубе по интересам, да? Тогда я ничего против не имею. Скажем, Шопенгауэр, Кант, Аристотель, Платон там. Ну, хорошее дело. Можно, в общем, время провести. Следующий стол. Готовлю вопрос у вас. Да, я думаю, что это очень приятно. Да, меня зовут Рубен Варданян. Мне очень должен быть приятно здесь. Я хотел бы... Простите, правильно я вас понял, а второе, задать маленький вопрос. Я армянин, и у нас есть очень интересный праздник святого переводчика. Мы единственная нация, имеющая... Я хочу заметить, что у меня муж армянин. Да, понятно. И вообще, говорят, маленькая нация. У меня такое количество знакомых армян. Даже не знаю, что делать. Ну, то, что я вот слышал, мне кажется, вот, по правилам, по мифу, про Варилонскую башню. То есть, мы, с одной стороны, становимся все ближе и ближе, общаемся, и становимся мир с вами взаимосвязанным, и как бы развивается. С другой стороны, мы все хуже и хуже другого слышим. IT-шники слушают юристов, юристы слушают финансистов, благотворительные организации не понимают. То есть, правильно я понимаю, что мир идет как раз к тому, что мы перестали другую понимать, потому что мы говорим на английском все. У нас становится эсперандов, я постал английским. Правильно я понимаю, что вы говорите, что принципы движения к мифу о Вариланской башне, когда люди перестанут другую понимать, и это уйдет к рампу ваших технологических и морauen, философы не понимают, технологов, технологиков и докторов. и это непонимание усиливается, а не уменьшается. Я правильно услышал? Да, вы правильно услышали. Оно усиливается, и параллельно с этим еще идет страшная индивидуализация из-за компьютерной жизни этой. Понимаете, он сидит сам с собой, как бы. То есть это миф про то, что он общается со всем миром. Он вроде общается, но это другой тип общения совершенно. И вопрос маленький. Почему только 7 тысяч языков и 15 алфавитов всего? То есть мы армянец, алфавит, а мы все удивлялись, почему так мало алфавитов и так много языков? Я не знаю, и я думаю, нет ответа. Я, кстати, если хотите, у меня, поскольку друзья в разных сферах есть, то директор Института языкознания, мы приятель близкий, академик Казанский. Я его могу спросить, хоть сейчас. Нет, на самом деле я не знаю, так вышло. И все ли мы знаем? И кроме того, не все языки алфавитны. Вот не обязательно же алфавит, это особое дело. Вот так вышло, так вышло. Некого спросить. Что здесь скажешь? Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Спасибо вам большое. Меня зовут Василий Груглев. И от нашего стола мы решили задать вам вопрос. Сталкивались ли вы с изучением явления такого, как фантомные боли? Это миф, это правда. Это не миф. Я именно, но я все-таки не врач. Я с этим, я сама с этим не работаю. Но я, во-первых, вам могу посоветовать, кого читать. Тем более, что он переведен на русский язык. И кроме того, в Ютьюбе вы можете найти, знаете, Тед. Вот в Теде есть его выступление. Его зовут Рама Чандран. Он индеец, индиец. В смысле индийского происхождения, американец. Очень известный ученый, который работает как раз с этими вещами. Если, опять же, на это нужно много времени. Это связано, в частности, с так называемыми зеркальными системами в мозгу, которые... Нет времени у нас. Это длинная история. Рама Чандран, короче говоря, он, например, придумал, как человека избавить от болей в руке, которой нет. Руки нет. Она у него смертельно болит, он не знает, куда деваться. И он придумал, но за этим большая наука стоит, это не трюк. Он придумал, что он ставит перед ним зеркало, и он, и пациент в это зеркало видит, что у него нет руки. В этом есть вообще некоторый идиотизм. Потому что он и так видит, что у него нет руки. Причем здесь зеркало-то? И вот каким-то странным образом это действует. У него эта боль прекращается. Я советую, вы просто возьмите. Он, кстати, очень легко, ясно про это рассказывает, вот на Теде. Наберите просто. Андрей, у вас за столиками есть вопросы? Сейчас очень популярно такое направление, и в компаниях, и везде говорят о том, что очень важно иметь высокий эмоциональный интеллект, который должен вкупе быть с обычным, которым мы сначала привыкли слышать об интеллекте. То, что это должно взаимодействовать, и тогда человек более эффективно принимает решения, правильно действует в бизнесе. Вот что вы можете сказать хотя бы нам в двух словах? Я могу и в двух в том числе сказать. Дело в том, что худшее, что может быть для обучения, для запоминания, это скука. Вот это просто беда. Причем она беда физиологически. Если вы заинтересованы в том, чтобы овладеть какой-то информацией, независимо от того, положительная мотивировка, то есть страх это, вознаграждение, влюбился там, все что угодно, связанное с эмоциями. Это дает выплеск дофамина и всяких разных веществ, которые улучшают процесс запоминания. Понимаете, у вас просто идет, именно те вещества начинают играть, с помощью которых запоминание происходит. Так что да, отвечаю да прямо. Если, я не знаю, барышня влюбилась в китайца, и ей нужно с ним объясниться, то это верный способ, чтобы она этот китайский выучила лучше не только из-за того, что практическая необходимость есть, но и потому что, вот я повторяю, химия, меняется химия. Есть книжка, то есть не одна, но одна из них у меня дома лежит, которая называется «Language and Amygdala». Амигдала — это вот такая штучка в мозгу, которая ведает мотивациями, вот как бы этим драйвом, что называется. Вот такой том на тему о том, как языки нужно учить, чтобы это было мотивировано эмоционально. Это может быть все что угодно, я хочу быть number one в любом случае. То есть мне не зачем, но я очень... личность у меня такая, хочу быть первым всегда, хорошая эмоция. Меня будет страшно наказывать, хорошо, плохо, но тоже годится. Вот если мухи дохнут, вот это беда. Следующий вопрос, пожалуйста. Вот у меня такой вопрос к вам. Вот каждому человеку свойственно религиозное чувство. Вот что это такое? Да, и немножечко вот вы коснулись внутреннего закона, да, хотелось бы вот тоже, чтобы вот что это вообще, внутренний закон? Это маленький вопрос, это называется. Мы просто успеем. Да, нет, мы никогда не успеем, потому что это вот как раз очень, это самое глубокое. Вот что это такое, мы не знаем. Меня часто спрашивают, как вы относитесь к вере и так далее. Я отвечаю, что я православная, я не воцерковленная. Я не буду врать, что я хожу в церковь все время. Там на Пасху, там на другого. Вот, но когда задают вопрос, а как же вы, ученые, это вам не мешает? Это мне абсолютно не мешает, потому что это не конкуренты. Это не конкуренты, эти вещи не конкурируют. Как писали античные философы, верую, потому что абсурдно. Это вопрос веры, это не вопрос знания. Эти вещи не... Что это? Почему у человека это есть? То есть это ведь... Вот уж это-то точно у людей, я надеюсь. Или что это? Это очень глубокие вещи, так же, как этика, нравственность. Почему мы запрещаем себе это? Почему вдруг это начинает прорываться, когда мир спятил, как сейчас? Вся планета спятила. Я не знаю, вы видите это? Я лично вижу все признаки психического заболевания. Вообще, просто все. Учебник. И сносят крышу полностью. То, что невозможно в обычной жизни, на войне за это дают ордена. То есть это... Что вообще? Что это делается? Кстати говоря, эта история и дальше идет. В природе нет такой жестокости, как есть у людей. Ничего нет. В природе нет морали. Она вообще отсутствует. В природе нет нравственности. Отсутствует. И в природе нет жестокости. Вы когда-нибудь... Вы можете мне назвать пример того, чтобы звери просто так мучили друг друга? Этого просто нет. Это никем не зафиксировано никогда. Съесть друг друга. Это плохо, но так устроена жизнь на планете. Это как бы ничего. Но чтобы мучили, издевались. Этого же нету. А у людей только дай. Так что это очень такая тяжелая вещь. Есть люди, которые изучают состояние мозга во время молитвы или во время медитации. Это целое направление есть. Но я бы его никак не комментировала, потому что очень много трактовок. Вы никогда не можете сказать, это именно потому что молитва или действительно ли он в медитации. Я сама знаю людей, которые говорят, ой, мы сделали исследование по медитации. А кто у вас медитировал, я спрашиваю, интересно. Маша и Саша медитировали? Маша и Саша буддийские монахи, которые 30 лет этому учились. Тогда мы можем начать разговаривать. А если они считают, что они медитировали, то мне неинтересно это обсуждать. Короче говоря, это очень трудная история. Последний вопрос давайте, наверное. Здравствуйте. Спасибо огромное за это удовольствие, которое получила. Я думаю, все получили этим вечером. И я тоже, у меня было очень много планов, я все отменила и осталась. Спасибо большое. Вопрос именно, вот вы затронули медитацию. Очень много учебников, книг написано об состоянии осознанности. Вот можно прям пару слов, что это такое осознанности и просветление, да? И в контексте именно стресса. Сказать, что мозг работает, когда он в стрессе, да? То есть нужен какой-то такой толчок для прорыва. А все вот эти теории, они, как правило, сводятся именно к спокойствию, осознанности и просветлению. Это очень-очень сложный вопрос у Влада. И на самом деле не вполне по адресу, может быть, даже вообще не по адресу. Потому что я частично сейчас отвечу, я просто хочу навести. В Институте философии в Москве, кстати, очень хороший институт. И там совсем, там целый ряд совершенно замечательных людей работает. Там есть группа людей, которые занимаются восточной философией в применении вот к современным этим нашим знаниям из нейронаук. Там семинары есть, я думаю, что там висят даже материалы какие-то. Я сама на паре таких семинаров была. Так что, может быть, стоит адресоваться туда. А я на ваш вопрос отвечу как бы с другого бока. Вот мне некогда было об этом поговорить сегодня. Когда говорят о креативных состояниях сознания и о... Не сознания, а мозга. И о... Вот этих... Это даже в англоязычной литературе это даже называется эурико-стейт. Состояние... О, вот оно. Вот, понял я. Вот что случилось. Вот это по заказу не происходит никогда. Для того, чтобы такие вещи происходили, нужно войти в состояние... Извините, что я не из тяжелства английские слова употребляю, потому что просто это в англоязычной литературе, да. Это называется дефолт стейт. Дефолтное состояние мозга. Что это такое? Это какое-то странное состояние, когда мозгу позволяется, как бы, бродить самому по себе. Вот, что хочет, пусть, то иди, оставьте его в покое. Вот не надо ему говорить, надо работать, надо сейчас там выдумать это. У меня стресс, у меня там... Завтра сдавать, там надо статью посылать или еще. Вот ничего этого, это не поможет. Наоборот, нужно ему дать, как бы, бездельничать. Вот я бы даже прямо так сказала. Вот знаете, кошка бродит сама по себе. О чем хочет, о том пусть иду. Хочет, жарит котлеты, пусть жарит котлеты. Хочет слушать джаз, пусть слушает джаз. Отстаньте от него. Тогда он открытие сделает. По заказу не делаются такие вещи. И это какое-то особое состояние. Оно даже у него... Мы знаем волны, которые... Вот если он, наверное, с фалаграмми снимает. Это вот такое странное... Какое-то как бы безделье, понимаете? Оно не безделье. Оно как бы безделье. Я имею в виду, что если мы будем приставать к мозгу с настойчивыми требованиями дисциплины и такого правильного поведения, вот это как раз верное дело, чтобы ничего не вышло. Открытия делаются неизвестно откуда. Вот с полки упал, что называется, понимаете? Во сне увидел. Но во сне увидел именно Менделеев. Его кухарка не увидела. Менделеев увидел. Или не поняла, что... А? Или не поняла, что... И... Вот в самую точку. Именно. Даже если вдруг ей бы приснилось, а что толку? Как раз умные-то люди пишут. Открытие приходит по готовленному уму. У меня даже такая полуидиотская версия, а может даже не полу, а полностью идиотская версия, что периодической системе Менделеева так надоело, сколько он с ней возится, и никак не может... Как бы... Что она решила? Я ему явлюсь. Хватит вообще. Надо кончать этот бардак. Вот я во всей красе. Смотри. Понимаете? Оно копится. Оно копится. Вот копится, 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 а потом бах! Вот оно. Получилось. То есть ты работаешь с этим, но это не значит, что ты сидишь как прилежный школьник, вот сидишь и учишься. Ну и напрасно учишься. Не, успокойся. Иди пиво выпей. Вот я смотрю на своих... Я вообще не понимаю, как я образование получила. Честно говоря, и мои друзья все. Мы тут даже как-то собирались, пили очень хорошее шампанское. Просто по случаю там известная очень шампанская французская из хороших домов прибыла. И мы сидели и думали, а как это вообще вышло? Из нас несколько академиков. Мы состоявшиеся люди. Я вообще не помню, что бы на лекции ходили, честно говоря. Романы крутили, это я помню точно. Ходили пиво пить, кофе пить. И вообще как бы живую, ну студенческая жизнь. Понятно, из чего она состоит? То есть когда мы этому научились-то всему? Я подозреваю, что мы научились как раз во время этих сидений в кофейнях пивных и вот этой вот такой активной интеллектуальной жизни веселой. Думаю, что там. Вот, кстати, мои претензии к моим студентам сейчас, вот какие. Они, я учу, они почти все настоящие интеллектуальные элиты, так они. Это успособные очень люди. Что мне в них не нравится, они не влюбляются вообще. Я не вижу, что кто-нибудь загулял, прогулял. Господи. Я только и делаю. Может, они научились лучше скрывать? Научились лучше скрывать, может, просто? Не похоже. Они выходят замуж или женятся. У меня вообще такая версия, что они вообще инопланетные все. Им там просто записочки написали. Правильно там написано. Сейчас принято разбираться в винах. Ставим галочку. Такие-то вина хорошие, такие плохие. Юльки носят такие. Нужно сначала закончить университет, магистратуру, там все такое. Желательно защитить диссертацию. Галочка. Потом нужно выйти замуж за мальчика из хорошей семьи, желательно из такой-то. Понимаете? Они все слишком правильно делают. Это мне не нравится. Они какие-то совсем правильные. Если, я не знаю, мои лекции пропадают в результате того, что какой-нибудь праздник общеизвестный. Если у нас заболевал преподаватель, так это у нас самая жизнь начиналась. Наконец-то его нету. Господи. Эти, вы что? Ты приходишь, мне говорят, у нас тут было рождество, потом было это, это, это. Вот пропало три лекции. Когда вы их нам вернете? Только так. То есть ты не убежишь никуда от них. Они какие-то искусственные, поэтому я от них не жду. Прорывов я от них не жду. То, что... Да. То, что они умеют делать, умеет мой компьютер. Мне не нужен отличник. Последнее место, где я буду искать сотрудника, это среди отличников. Вот который так сидит, у нее такая аккуратная причесочка, понимаете, там. И вот у меня есть одна, одна из самых способных моих бывших аспиратор, она пенал, знаете, на меня просто вытошнит. Вот такой аккуратненький, понимаете. Они у нее там по росту, все эти ручечки так сложены. Плодочек, понимаете, вот так вот сложен, тут кружавчик, и все раз... Боже, какой ужас! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. В общем, вот так. И на кто-то хаос. Ну, я вообще это даже и вслух как-то говорила. Но поскольку она серьезный ученый, то я думаю, она не поняла, что это про нее. АПЛОДИСМЕНТЫ Я серьезно говорю. Я почти уверена в том, что она не поняла. Я написала одно эссе, оно у меня называется «Феликс и Шуберт». Я могу вам прислать, если хотите. Я его не скрываю. Я не публикую такие вещи, хотя мне давно предлагают. Оно коротенькое. Это про моих учеников. «Феликс и Шуберт» это название этих, арифмометры, знаете, такие, ручку, крутили. Так что, вот. И вот они, вот эти люди, они такие, они все очень аккуратно делают. Они считают, правильно, они вот все. У меня был аспирант, который прислал мне, мы с автором были с Арменином, кстати, очередным, который психиатр, да, потому что эта диссертация была по медицине, а я все-таки не врач. Вот, он нам присылает обработку данных про правое и левое полушария, что они провалились, и мы вдвоем в рост и вместе смотрим и видим, что этого не может быть. Просто этого вообще не может быть, то, что он прислал. Мы мучаемся, дня три думану, как он это получил вообще, что это получилось такое. И вдруг этот придурок, абсолютно гениальный, он сейчас работает во Франции, очень успешно, и все с ним в порядке. Вот, и вдруг он напишет, вы знаете, я, к сожалению, перепутал плюс с минусом. В этот момент я стала благодарить нашу партию и правительство за то, что у нас не разрешено ношение оружия. Я бы уже сидела в тюрьме много лет, я бы перестреляла кучу народа, его бы я точно убила. То есть он ни больше, ни меньше, как перепутал, наоборот, работает голова, как компьютер. Только ничего не понимает, вообще ничего не понимает. Вот в этом есть опасность, когда говорят, что компьютеры со временем могут обогнать человека по уровню интеллекта. Такого интеллекта уже обогнали. Такого интеллекта несложно обогнать, да. Уже обогнали. Мы же не такой хотим интеллекта, а другой. Абсолютно. Такой. Вот вам разве нужен? Вам нужны сотрудники такие? Нет, они не нужны, потому что у вас для этого есть мощная техника. Она это уже делает. Ну, кого здесь не сказать про когнитивную систему, Валерий Леонидович. Недавно совершенно у нас на базе нашего опять же Ватсона появилась система, которая позволяет определить психотип человека по письмам, которые он пишет. Вот это интересно. Это очень интересно. И мы даже для эксперимента, ну не мы, разработчики этой системы, они загоняли туда тексты, писем, ну, по-моему, Дженни Рометти, нашего CEO, и Гитлера. И как? Удачно. Да? Удачно. Да, 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 да. Абсолютно. Компьютер выдал результат описания именно психотипа человека. Значит, это база данных, серьезная база данных. Там миллионы, миллионы писем, учебников, книг, энциклопедии, словарей и так далее, естественно. с моментами, где сказано, как бы, я имею в виду, что вот такое-то характерно для шизоидов, такое-то для этих. Совершенно верно, да. Где это может использоваться? Кстати, что мне очень нравится, в этом смысле, предела применения фантазии нету вот в использовании этих систем, потому что, ну вот я рассказал об этом факте, он сам по себе интересен. Но дальше надо думать, а где можно использовать вот эти вот вещи? Например, сотрудники ИЧА при приеме на работу. Например, я скажу, да. Я понимаю, здесь есть еще серьезная моральная составляющая. Но, для чего мы, для чего мы создаем эти системы? Исключительно, как советник для человека. Ни в коем случае не система, которая принимает решения. Вот о чем многие очень сильно беспокоятся. Вот. Когда вы принимаете решения, там участвует много факторов, о которых вы не подозреваете. Например, духи. Я вот занималась памятью на запахе. Это очень интересное занятие было. Да. Например, духи. Вот у меня всегда смешит, именно даже смешит, вот когда люди дарят друг другу духи. Вот. Это вот как это они это делают? Ведь духи же, это очень индивидуальная вещь. К тому же, она ложится на вашу личную химию. Даже самые роскошные духи на одном человеке и на другом человеке дают принципиально другой вообще код. Кроме того, многие люди не подозревают о том, что духи имеют характеристики, личностные характеристики. Вот я читала очень серьезный журнал, Семиохимия он назывался, Семио в смысле Семётика. И его издавали компании фармакологические и парфюмерные. И там было описано два чудесных случая. дама явилась на работу, наниматься, и всем она была хорошо, то есть всё, у неё всё было прекрасно. А у них какое-то появилось, у работодателей, так сказать, появилось какое-то чувство, что её, что-то там не то, вот всё в ней было то. И одета она была правильно, всё, что-то не то. А вычислили потом, что у неё были духи, которые дама этого слоя и этого роли, на которой не были духи, как котки. Понимаете? Из кафе Шантана. Не подозревала ни она, ни они. И они её не взяли работать и правильно сделали, потому что она дура. Нет, но она же должна соображать, что она льёт там, себя должна соображать. А второй, безусловно, аналогичный, тоже с запахами. Это мужчину не взяли работать, потому что у него был сладкий, цветочный какой-то там автошейф, а это ещё было в менее либеральные времена, и решили, что он голубой. Подсознательно, я хочу заметить, это всё происходит на уровне подсознания. Что-то не такое в нём, не будем мы его брать. Вот это интересная вещь. Я имею в виду, что участвуют в принятии решений не только вещи, которые мы в состоянии оречевидения, мы даже вообще не знаем о том, что они. Были примеры, когда учительница, все учителя в школе, это всё в статьях научных описано, все учителя в школе писали про некого мальчика, что он и умный, и хороший, и талантливый, и компаний, ну, в общем, все положительные. А одна писала, всё наоборот, и тупой, наглец, всё такое. У них, оказывается, не совпадали химические портреты. Он вызывал у неё аллергию просто. она его настолько ненавидела, при том, что не было никаких объективных, не за что схватиться было. Понимаете, если бы он, если бы он тупой, тупой, но он бы выигрывал олимпиады по физике, математике, он заведомо не тупой. Бойскаут там, вообще, всё с ним в порядке. Только она его ненавидит. Из-за химической среды. Это важно, не знаю. А? Это важно. Дома и господа, Лерия Джорджиевна, я с чувством огромного сожалению вынужден сообщить, что наша официальная часть на этом заканчивается.